Вопросы формальной этики Поэтому она и названа формальной Давайте начнем сначала Почему этика называется формальной Дело в том, что этика называется формальной Потому что в отношение В этическое отношение Вступает два равных субъекта Ну, любое отношение Которое можно рассматривать в этике Можно свести к отношению двух Просто выбирая по парам Формальная этика Формальная этика Подразумевает Что в отношение вступает Два равных Два равных субъекта Будем их называть цифрой 1 и 2 Они равны В каком смысле они равны Мы будем сейчас обсуждать Они равны И вот пока я обсуждаю только формальный принцип И два равных субъекта Субъект 1 и субъект 2 Вступающие Ну, давайте, может быть, лучше Действительно Субъект 1 и субъект 2 Вступающие в некие отношения Ограничивают каждый свой производ В некотором отношении Если мы берем Субъект изолированно, например Возьмем, допустим, субъект 1 Изолировано Давайте начнем С немного другой ситуации Вот первая ситуация Я сейчас пытаюсь Сформулировать В чем состоит Формальность принципа этики Вот первая ситуация Субъект 1 1 Он единственный И его действие Ничем не ограничено У него есть полный произвол Мы пока не обсуждаем Что у субъекта Могут быть какие-то внутренние убеждения Мы пока не берем ничего Мы рассматриваем Пока понятие субъект Не так, как оно существует В метафизике Не так, как оно существует Скажем так В теоретической философии Поскольку мы занимаемся сейчас Областью практической философии Философии нравственности Мы берем субъект Как понимается, скажем Юриспруденция Просто как субъект Неких действий Как субъект некоторых намерений Вот предположим Что у нас есть один субъект Его свобода ничем не ограничена Ну, понятное дело Что она ограничена природой И она ограничена его возможностями Но она ничем не ограничена В пределах его возможностей Она ничем не ограничена И поэтому его свобода Она просто Его свобода Является производ Все, что может сделать Единичный субъект Вот, допустим, он живет На необитаемом острове Где-то там Один он И больше никого нет Его свобода ничем не ограничена Кроме его способностями Кроме его силами Природы И прочими естественными необходимостями Вот этот такой субъект Обладает произволом Он не вступает в этику Почему он не вступает в этику? Потому что Этика подразумевает Взаимоотношения двух субъектов Если субъект один Субъект один И в какую этику вступать не можно Но мы пока Абстрагируемся опять же Ситуацией, что существует Абсолютный субъект Потому что если есть абсолютный субъект То субъект возникает опять же два И между ними устанавливается отношение Пока мы эту ситуацию тоже Элиминируем И пока ее не обсуждаем В данном случае Для того, чтобы ввести в принцип Мы говорим о том, что Есть некий изолированный субъект На необитаемом острове Обитаемом острове И он ничем не ограничен И он свобода полностью произвольна И вот давайте теперь представим Что на этом необитаемом острове Случилось два субъекта Эти два субъекта Если мы говорим о том, что они равны Каждый из них должен ограничить свою свободу Причем они должны это сделать каждый Причем они должны это сделать так Чтобы свобода каждого Каждый ограничил свой произвол С тем, чтобы дать возможность Быть свободе другого То есть между ними образуется некая граница Вот такая граница их взаимоотношений И они за эту границу не переходят Ну, предположим, все поле возможностей действия Вот образует такой прямоугольник И поэтому субъект один Он действует в рамках только своего поля Поле своих возможностей И не заходит в личное пространство С2 И наоборот С2 действует в рамках своего поля Вот такое взаимоотношение Симметричное взаимоотношение двух равных субъектов При котором каждый из них ограничивает свою свободу Симметрично, в симметричном отношении Таким способом, как в зеркале Потому что почему один субъект ограничивает свою свободу Свой произвол Каждый ограничивает свой произвол Почему? Потому что каждый из них считает другого таким же, как он И отражаясь в другом, он понимает на самом деле Что если он будет наступать на свободу другого То в некотором отношении другой имеет право точно так же вступить на свободу до него То есть это взаимоотношение равных субъектов может устанавливаться путем взаимной борьбы И вот тут может быть, как у Гегеля, взаимная борьба Кто читал феноменологию Духа Гегеля Где рассказывается о взаимоотношении двух самосознаний Там есть такая первоначальная борьба двух самосознаний Каждое самосознание идет на степь другого Потому что каждый от другого хочет получить признание Но мы пока об этом не обсуждаем Мы говорим о том, что между ними может установиться эта граница в результате борьбы Есть две возможности Давайте это тоже напишем В результате борьбы И тогда эта граница является некой завоеванной А может в результате разумности И та, и другая возможность осуществлялась В реальной истории И мы видели, что в древних народах существовало рабство И надо было свободу свою завоевывать в борьбе И наоборот В конце концов, внутри общества Когда было утверждено, что люди в каком-то отношении равны Мы будем говорить, еще раз говорю, о каком отношении равны Они вступали в некие разумные отношения В котором каждый из них на формальном основании ограничил свободу другого В этом отношении есть некая симметрия И эта симметрия порождает именно формальную этику Потому что это в принципе является формальным Независимо от того, кто из этих субъектов является кем Независимо от его конкретной содержательности этих субъектов Они вступают в некое формальное отношение Которое устанавливает границу И каждый граничит самого себя Для того, чтобы дать возможность быть свободе другого Вот такая постановка вопроса Собственно самой формальной этики Еще раз говорю, этик возникает только тогда Когда возникает взаимоотношение людей Там, где нет взаимоотношения людей На необитаемом острове Этики быть не может И поэтому в будущем, когда мы будем это обсуждать Всякий раз, когда будет получаться так Что наша этика Вот это положение на необитаемом острове И является вектором отношения В предельном случае Всякий раз Мы на нем будем проверять обоснованность этики Всякий раз, если мы удаляем двух субъектов На бесконечное расстояние Как бы вот в этике участки два субъекта Всякий раз, когда мы эти два субъекта Будем удалять от друга на бесконечное расстояние Если этика будет сохраняться при этом Ну принцип этики, который мы будем формулировать Иначе говоря, если этика будет сохранять Свою основательность даже на необитаемом острове Это будет показывать, что Эта этика, так сформулированная этика Является некорректной Этика должна учитывать Только взаимоотношения людей И не касаться И не касаться отдельного индивида Потому что отдельный индивид На необитаемом острове Это не субъект этики Не субъект нравственности Правда, есть вырожденные случаи Когда я буду абсолютный субъект Но этот вырожденный случай Требует отдельного рассмотрения Мы как бы это рассмотрение В процессе нашего исследования тоже затронем Давайте еще тогда поговорим о том Почему Я говорю о равенстве И в каком смысле мы говорим о равенстве Давайте обсудим вопрос равенства и неравенства Вопрос равенства и неравенства Дело в том, что То, что нам сегодня Ну кажется очевидным Да, именно Природное равенство людей В древние времена Не было таким очевидным В древние времена Ну времена, скажем так сказать Например, античные Считалось, что люди не равны по природе Люди не равны по природе Это означало, что Устанавливать равенство между людьми Говорить о том, что люди равны Являлось каком-то отношении Насилием над природой Люди наблюдали многообразные процессы В природе И понимали, что один человек Более способен, чем другой Один человек более одарен, чем другой Один человек, скажем так Обладает большим Ну в силу своей одаренности Приобрел больше имущества, чем другой В общем, многообразные условия жизни Многообразные обстоятельства Порождали неравенство То есть от природы Люди не равны Я имею в виду сейчас от природы Имею в виду от естества Потому что каждый из нас Рождается с определенного рода способностей Каждый из нас рождается В определенной среде Каждый из нас на самом деле Не равен другому Наши способности Неравенство происходит на уровне способностей Неравенство происходит на уровне возможностей Неравенство происходит на уровне на уровне реализации их. Потому что даже при общей равности, способности и возможности их реализация, в силу многих обстоятельств, в силу того, что так устроен мир, одному везет, а другому не везет, может не удастся. И поэтому в силу самого естества, от природы, люди на самом деле не равны. Люди не равны. И на это указывает, в частности, когда Ницше критикует христианство, он указывает именно на это. Тут можно написать Ницше. Ницше критикует христианство, говорит, что люди от природы не равны, и надо восстановить то, как бы древнее, мы сейчас говорим, кстати, о древнем состоянии человечества, это то древнее понимание о том, что есть избранные люди, избранные, ну, их можно назвать знатные, ну, или, там, благородные. Это первая категория людей. Ну и вторая категория людей, это, вот, там, низменные, да, низменные, там, неблагородные, молодые, рабы. Тут господа, кстати, господа по природе. Есть господа по природе, а есть рабы. Ведь даже если взять животную стаю, да, в животной стае тоже нет равенства. Животная стая. Животные стаи, есть вожаки, там, есть, как бы, подчиненные. Иначе, говоря, если мы будем рассматривать разнообразные сферы животной и растительной жизни в природе, то везде мы будем наблюдать отсутствие равенства. Так усуществлена природа. Природа проявляется в многообразии всякого рода проявлений, и равенства нет. И вот на это равенство также указывают, например, и ниши. Ну, и, в принципе, это равенство было закреплено в том, что даже среди богов не было равенства. То, что богов было много, мы сейчас опять не обсуждаем. Бывала иерархия богов. То есть иерархия богов отражала иерархию земную. То есть, иначе говоря, порядок, который был на небе, порядок, который был на земле, он всегда соответствовал друг другу. И всякий раз, когда мы наблюдаем некое существенное неравенство на земле, оно отражается также и на небе. И наоборот. И как всякий раз, когда мы будем наблюдать равенство на земле, это будет также отражаться как-то и на небе. В каком смысле мы это потом увидим? В чем состоит, собственно, неравенство? О чем вообще ведется здесь речь? Вот есть такое различие существенное. Различие между формой и содержанием. Когда я указываю на формальную этику, вот вижу форму и содержание. Когда мы говорим о неравенстве людей, то ведь это неравенство всегда только содержательное неравенство. То есть неравенство людей находится здесь. И мы не можем никак, если мы будем находиться и постоянно исследовать содержание, доказать, что люди равны. Доказать равенство людей можно только с позиции формы. Только вот здесь мы можем говорить о равенстве. Почему? И что это такое, это за форма, о которой мы ведем речь? Эта форма, это способ, каким существует это содержание. То есть способ. А какой способ на самом деле человеческий, что, собственно, в человеке является человеческим, что указывает на то, что он отличается от всех других вещей? Ну, мы уже с философской точки зрения должны понимать, что человек – это не вещь. И у человека форма человека, она другая. Вот есть форма вещей, а есть форма в смысле человека. Так вот, человеческая форма, если брать ее так, как она есть, а что такое форма? Ну, или можно говорить о сущности, ну, просто, если мы говорим о форме содержания, лучше говорить о форме, да? Это есть не что иное, как свобода. Вот свобода есть именно та форма, да, в которой человек выражается как человек, в отличие, о своем отличии от вещей. Во всем остальном отношении форма человека представляет, ну, некоторую вещь тоже, да, которая имеет некие свои свойства, там, быть двуногим, там, состоять из мяса, там, там, кушать, там, ходить, где-то действовать и так далее. Собственно, то, что в человеке является человеческим, да, то, что в человеке выделяет его из мира вещи, это вот его свобода. Собственно, мы сейчас разговариваем, опять же говорю, не с позиции метафизики, не с позиции физической философии, а с позиции практической философии, с позиции этики. Поэтому всякий раз все вот такие разговоры, которые мы будем вести, все рассуждения, они будут надо брать и понимать в этическом срезе. В этическом срезе форма вещей отличается от формы человека именно в смысле свободы, потому что вещи несвободны, да. Несвободны. То, что эта свобода там многообразным образом пронизывает человека, на самом деле, вплоть до, так сказать, его материи, это уже другой разговор, мы как бы, это все правильно, но мы это пока не обсуждаем. Мы пока говорим о том, что вот то, что собственно, существенно отличает человека от вещей, является его свободой. И поэтому, то, что, когда мы говорим о формальной этике, в каком-то отношении мы имеем в виду разговор именно о свободе. Когда я говорил о том, что два индивида вступают в равные отношения, я имел в виду, два... В чем их равенство состоит? В том, что оба они свободны. Два свободных индивида. Вот теперь мы подошли к вопросу, что такое равенство. В чем они равны? Они равны в своей форме. Равны в форме, которая является формой свободы. Которая просто является свободой. Что такое форма? Форма – это способ существования, содержания. Каким образом существует каждый из этих людей? Они могут быть совершенно различны по содержанию. Этот, может быть, содержание имеет одно... Ну, я имею в виду содержание, то, в смысле, как можно понять его возможности, способности, то, чем он обладает и чем не обладает. А тут содержание совсем другое. Они могут различаться, допустим, по богатству, по своему положению в обществе, по своим качествам личным и прочим и прочим, но, тем не менее, с точки зрения свободы, они, если оба являются свободными, они равны. И, собственно, понятие гражданского общества подозревает то, что в отношении гражданского общества главным взаимоотношением людей является именно взаимоотношение в срезе свободы, независимо от того, в каком имущественном состоянии они состоят. Они могут быть совершенно в разных имущественных состояниях, в разном положении быть. Один может быть знатным, другой незнатный, один может занимать высокие посты в государстве. Ну, или там гражданского общества, другое нет. Но самое главное, что с позиции именно этой свободы они равны. И вот, когда мы говорим о равенстве и неравенстве, здесь очень важно понять, что первоначальное, вот это естественное природное неравенство, оно является тем, из чего свобода возникает. Дело в том, что вот эта вот свобода, которая есть, которую мы сейчас понимаем, вполне естественно, что она является некой сущностью человека, она сразу, она не возникает сразу, к ней нужно прийти. То есть свобода – это есть некий вывод из предыдущего состояния. Какой вывод? Первоначальное состояние людей, первоначальное состояние людей, есть состояние равенства. И формально это состояние равенства выражается в рабство. Что такое рабство? Рабство – это есть как бы фиксация того, фиксация того положения вещей, что люди неравны. Люди неравны. Естественно, вот это вот неравенство людей, как мы говорили, содержательное неравенство людей, оно должно было бы закрепиться так же идеологически. И, собственно, оно идеологически даже закреплялось. И рабство, собственно, в многих древних обществах, оно представляло собой некое естественное состояние. Вплоть до того, что возникло даже такое представление о том, что существует голубая кровь, там знатные люди, знатные люди, голубая кровь. И эта голубая кровь, они совершенно как бы люди другой природы, формально. Уже неравенство, которое люди видели содержательно, из содержания восходили к форме и доказывали, что и в форме люди неравны. И это выражалось в том, что одни имели право, вот знатные люди, голубая кровь, имели право порабощать других, других варвар. На самом деле, эти взаимоотношения между одними, ну или там рабов, на самом деле, вот эти взаимоотношения о том, как возникает рабство, и, ну, сейчас я даже не буду в эту тему углубляться. На самом деле, здесь интересно есть некая диалектика, связанная с тем, как возникает рабство. Собственно, в каком-то отношении первобытные люди бросают, ну, допустим, первобытная группа людей бросает вызов некой другой группе людей, да, и если там другая группа людей не может этот вызов принять, то она должна либо покориться, как бы, да, там, либо умереть. И вот, некая полезность войны, да, выразилась в том, что вот людей стали использовать как рабов. Ну, мы это сейчас, давайте эту тему опустим, не касается, собственно, этики, да. Вот мы говорим о том, что вот есть рабство, и рабство противостоит равенству. Откуда взялось, вообще говоря, вот равенство? Если мы исходим из того, что согласно природе люди неравны, и если мы восходим от содержания, вот есть содержание, да, и восходим к некой форме этого содержания, форме, то мы должны были бы и в форме утверждать, что люди по природе неравны. Но, тем не менее, возникло, возникло, как бы, некое понимание, что люди все-таки от природы равны, что все люди свободны. Откуда такое взялось? Вот этому способствовала такая вещь, как ни странно, как христианство. Вообще говоря, христианство, христианство собственно, как бы, не всегда недооценивает. Много чего, что говорят о нем, либо плохого, либо хорошего, как бы, не понимая, в чем состоит его суть. Суть его состоит в том, что именно христианство принесло вот идею равенства. Идея равенства по природе. Здесь надо, как бы, иметь в виду две вещи очень существенные. Давайте сначала о том, в чем состоит идея равенства. И почему надо говорить о том, что именно христианство принесло эту идею равенства. Дело в том, что христианство утверждает, ну, мы сейчас не будем даваться в догмат, мы будем говорить о том, в чем состоит, собственно, сущность утверждения христианства. Сейчас удержать, что все люди равны пред Бога. Вот, есть Бог, и все люди равны пред Ним. Люди. равны? Здесь надо было бы, конечно, обсуждать место иудаизма. Дело в том, что вообще такие вот вопросы, связанные с тем, как в истории происходит генезис идей, как, собственно, идея приобретает ту форму, которые мы сейчас со мной, какие они имеют, всегда требуются, как бы, всегда разведать некое предыдущее состояние. Я вот говорил о том, что состояние свободы есть некое состояние выведенное, это не является чем-то естественным. Не надо думать о том, что какие-то там папуасы там живут, и они якобы свободны. На самом деле, по природе люди не равны, и поэтому всякий раз, всякий раз, когда человеческое общество скатывается к неким первобытым отношениям, к неким природным отношениям. Ну, например, можно наблюдать среди детей, да? То есть у них как бы недоступно некое умозаключение, да? Некий, как бы, переход от некой естественности, да, к некому другому состоянию, к состоянию искусственности. Потому что свобода – это некая формальная вещь, да? Она требует размышления, она требует мышления, она требует некой подготовки. И вот у детей мы наблюдаем, например, постоянное вот это вот неравенство, да, которое постоянно утверждается. У них вот этот вот... Им вообще-то сложно даже иногда объяснить, почему люди равны. Ну, это опять же отдельный разговор. И вот мы как бы, когда мы говорим о том, что в христианстве люди равны пред Богом, то опять же нужно понимать, что существовало некое предшествующее состояние. Это предшествующее состояние было состоянием иудаизма. Иудаизм, да? Вот он являлся неким предшествующим состоянием. В чем состоит предшествование этого состояния? Во-первых, в иудаизме единицей, единицей, которая является, предстает пред Богом, не является отдельным человеком. Мы тут пишем, люди равны, а является на самом деле народом. То есть, в данном случае еврейский народ, еврейский народ, или там, как пишется в Библии, народ Израиль, там везде, везде взаимоотношения Бога и Бога. Бога никогда не соотносятся с человеком, он всегда соотносятся с народом. Конечно же, народ не может быть представлен в виде некой разрозненной кучки людей. И вот у народа есть, конечно, представители народа. Представители народа – это пророки. Пророки являются представители народа. Но эти представители народа, пророки, они, тем не менее, никогда не являются как сами, как нечто самостоятельное. Они всегда являются просто некими выразителями, как депутатами народа. И третий пункт очень важный, что всегда, если всегда взаимоотношение Бога и народа поджимает, подчиняется логике рабства. То есть, иначе говоря, Израиль является рабом Господа. Точнее, надо не так говорить. Нет, неправильно я говорю. Израиль является как раз сыном Господа, а вот отдельные люди являются рабами его. Его рабами. Вообще говоря, логика рабства между Богом и человеком, она как раз характерна для древнего человечества, где каждый отдельный индивид не представляет собой какой-то уникальной ценности, каждый отдельный индивид просто является неким некой единичностью, которая просто в лучшем случае является представителем народа, то есть в высоком смысле представителем. То, чтобы быть пророком, надо быть избранным самим Богом. А так просто являются какие-то статисты народа. И поэтому внутри самого Израиля несущественно взаимоотношения людей, вот как-то люди внутри Израиля взаимоотносятся, это не очень существенно. Потому что единицей взаимоотношений является Израиль. И когда мы говорим, переходим в христианство, то единицей становится отдельный человек. То есть каждый человек. Именно это является революционностью, революционным новшеством нововведения в христианство, что пред Богом предстают не народы, не Израиль, а пред Богом предстают отдельные люди. Каждый человек предстает пред Богом. И вот каждый человек, предстоящий пред Богом, равен другому человеку. То есть взаимоотношение между... То есть Бог уравнивает всех людей... Вот есть некий вот принцип уравнивания. Принцип уравнивания это отношение к Богу. Отношение к Богу. Так вот, в отношении к Богу все люди равны. Неважно, является ли он мужчина или женщина, является ли он рабом или господином, знатным он является или незнатным, больным он является или здоровым, иудеем он является или грехом. Совершенно неважно. Пред лицом Бога все люди равны. И вот это вот равенство, она как раз есть некое продолжение логики, которую мы видим здесь. Я сейчас опять же эту логику объяснять не буду. Это также требует отдельного семинара, наверное, потому что я просто как бы показываю, в чем состоит сущность христианства с позиции этих. Давайте перейдем к размышлению по поводу того, что это означает. Что если все люди равны пред Богом, если все люди равны пред Богом, это означает, что они равны друг другу. Вот именно в этом в этом принципе, в принципе отношения к Богу. Люди равны пред Богом. Вот, например, один равен пред Богом, два равен пред Богом, третий равен пред Богом, а все они, конечно, по природе разные, как мы понимаем. Но каждый в этом равенстве, вот именно в этом равенстве, они все равны друг другу. И вот это вот равенство друг другу пред Богом, на самом деле, если его выразить в правильном принципе, если его ухватить в неком принципе, есть не что иное, как свободность. Вот, свобода. Дело в том, что если люди, если организующим принципом всего мира является Бог, то он является единственным господином, единственным высшим принципом, в отношении которого всякого рода человек, всякого рода отдельный принцип, ну, каждый человек некий принцип, он должен подчиниться этому высшему принципу. И поэтому взаимоотношение этих людей, рабство или какое-либо, если оно существует, оно становится чем-то умаленным, оно низводится до содержательности. То есть, я говорил о том, что когда люди содержательно по природе неравны, то вот это вот снизу, да, вот если содержательно они равны, содержательно, то снизу это содержательное неравенство, неравенство, позволится форму неравенства, да, форму. И утверждается, что на самом деле люди не просто содержательно неравны, а на самом деле люди неравны по природе, то есть по форме. А теперь получается, что по форме люди наоборот равны Обратное движение Теперь доказывается, исходя от того, что люди равны пред Богом То есть они равны друг другу в отношении к Богу Что по форме люди равны По форме равны Значит, то, что люди не равны по содержанию фактически, несущественно И более того, раз это несущественно То на самом деле это неравенство между людьми постепенно Это постепенно перестает быть отношением рабства Именно в силу того, что люди становятся по форме равными друг другу Что это значит? Что становятся свободными Их взаимоотношение рабства начинает рассматриваться просто ненормальное состояние И рабство умирает прежде всего не экономически Не культурно Рабство умирает прежде всего идеологически Рабство ведь и держалось идеологически Оно базировалось на такой идеологии Что поскольку природа указывает на том, что в природе мы видим постоянное неравенство То это неравенство обосновывается так же и формально То есть и снизу А теперь получается, что вот это вот обоснование не проходит Потому что вот эта форма, а именно отношение к Богу Заняло нечто указывающее на то, что люди равны И поэтому вся вот эта вот существующая реальная Фактическая природа неравенства становится чем-то ничтожным И оно перестает работать И не удается идеологически обосновать, почему одни люди являются рабами других Это начинает рассматриваться как ненормальность Сами люди, прежде всего сами рабовладельцы, господа Они освобождают своих рабов Они, господа, отказываются от рабства Рабство, я говорю, уничтожается не путем революции Они уничтожаются, я говорю, не путем революции военных Да, но уничтожаются идеологически И вот христианство таким способом победило рабство То есть христианство есть то, с помощью чего погибло рабство Но когда было уничтожено рабство Рабство Возникла интересная вещь Возникло гражданское общество И в этом гражданском обществе уже никто не сомневался Что есть некий формальный принцип, а именно свобода И согласно этому формальному принципу Принципу свободы люди равны По форме То, что люди не равны содержательно То, что имущественное неравенство Неравенство положения в обществе То есть неравенство, связанное с происхождением Голубая кровь, знание Неравенство, связанное с национальностью То есть, скорее гелигиозной принадлежностью Принадлежностью к какой-то местности определенной территории И так далее Все это неравенство становилось чем-то ничтожным Оно как бы являлось тем, что не рассматривалось Ну, не рассматривалось с точки зрения этики Вот возникла вот этика такая, да, формаль В котором как бы взаимоотношения людей нужно было построить На основе просто их отношения как форм И вот в гражданском обществе Ну, прежде всего, конечно Такое движение возникает во Франции В период просвещения В Руссо, Вольтер Они очень много рассуждают о том Что такое человеческая свобода Что человеческая свобода Это и есть произвол Который ограничивает только свободу другого Ты можешь делать все, что угодно Вот в Великую Французскую революцию что проповедовано? Сказано, что вот Ты можешь делать что угодно Вплоть до свободы другого Да, вот есть вот такие шары свободы Ну, там, сферы свободы, да? Сферы свободы Она ограничена только сферой свободы другого Вот И вот такое общество, да? Ну, такие принципы На таких принципах как бы Начали строить некое общество Которое назвали гражданское общество Это общество договора Потому что вот это вот Симметричность отношений, да? В которых вступают отдельные индивиды Формально равные Оно состоит в том Что вот как соприкосновение Каких-то отдельных шаров Вот как шары соприкасаются друг с другом, да? Шары не переходят границы То есть они не могут перейти, да? Они как бы Они соблюдают некие границы И вот это соблюдение границ Личных границ, да? И обеспечение тех личных границ Обеспечение то, что называется Гражданскими свободами Вот оно вот и являлось тем, что По последствии По последствии Артикулировало себя Как гражданское общество Тут что очень важно И важно то, что вот такое движение Гражданскими свободами Связано с, как ни странно С движением атеизма, да? А почему? Вот мы заметили Мы заметим следующую Интересную Следующий интересный принцип Вот Христианство говорил о том Что есть Бог Да? И все люди равны пред Богом Да? Вот отдельные индивиды Равны пред Богом И равенство Пред Богом Оно как бы осуществлялось Через Бога То есть Бог был посредником Иначе говоря Первый индивид был равен Второму индивиду Посредством того Что они оба равны Богу То есть Бог не был посредником Когда этот принцип установился Когда равенство между индивидами Стало очевидным Да? Было признано Очевидным То вот это вот посредничество Бога Оно перестало быть необходимым И поэтому Вот это вот Ситуация Когда Бог как бы не нужен Для чего нужен Бог? И так уже признано Что все люди равны И каждый из них должен Ограничить свой произвол Так чтобы дать Возможность быть свободе другого Иначе говоря Когда люди вступили В симметричные отношения Да каждый из них свободен Бог как посредник не нужен Они Симметричные отношения И это симметричное отношение Оно формально Оно не требует Никакого посредничества Поскольку Почему? Оно в том что Поднимается как нечто естественное Да? Вот оно считается А вот естественно быть Почему естественно? А потому что каждый свободен Каждый человек свободен По природе Начал проповедовать Просвещение Свободны И эта вот ситуация Она именно понимается Как атеизм То есть что атеизм? Бог не нужен А почему стал Бог не нужен? Бог вообще стал В этот момент Ну даже не Бог конечно Бог никогда не становится Обузой Я имею в виду Религия стала обузой Как бы И решили построить общество На принципах разума Да? Способен Потому что если мы имеем Некий общий принцип Некий общий формальный принцип При котором мы можем В котором нам достаточно Просто равенства Да? Формальное равенство Да? Формальное равенство Равенство людей В данном случае формальное равенство в чем? В осуществлении своей свободы. Если нам достаточно формального равенства, нам не нужны никакие посредники. Мы можем на разумных основаниях, поэтому и выступил период просвещения именно разум, на разумных основаниях осуществлять принцип этого равенства. Одним из выразителей этого равенства формального, наиболее ярким, наиболее последовательным и, скажем так, наиболее строгим, явился Кантова. Кантова говорила о категорическом императиве. Так вот, категорический императив, он основывается опять же на том, на вот этой изначальной свободе воли, да, вот эта свобода понятая как свобода воли, что человеческая воля свободна. Человеческая воля свободна. И эта воля должна подчиниться вот некой, как бы, категорическому императиву, которая заключает о том, что каждый должен взять на себе, ну, как бы, представить себе, что он живет в неком законодательстве, да, и вот он должен осуществлять свои действия, свою свободу только в таком законодательстве, которое могло бы стать всеобщим. Иначе говоря, только в таком законодательстве, в котором граница его возможностей была бы обязательно соотнесена с границами возможностей других, да. То есть категорический императив есть не что иное, как на самом деле вот формулировка в другой форме того, что каждый человек должен ограничить свой произвол в соответствии с тем, что существует другое, да, что существует свобода другого. Иначе говоря, свобода каждого должна разумно быть ограничена, разумно, да, опять же, разумно, чтобы, вообще говоря, общество могло жить. На самом деле, если брать древнее законодательство, допустим, даже брать законодательство Моисея, то это законодательство, опять же, точно так же строится на вот этих принципах, на принципах общежития, да. Иначе говоря, законы Моисея, если посмотрите в самой общей форме, они ведь говорят о чем? Они ведь говорят о том, что для того, чтобы сообщество людей могло выжить, оно должно придерживаться неких ограничений. Вот у нас есть сообщество людей. Как их организовать в нечто, что могло бы существовать долго, что могло бы представлять собой у них общество? Надо сделать так, на самом деле, чтобы произвол каждого был ограничен. Произвол каждого был ограничен в той степени, чтобы он не простирался на свободу другого. Вот иначе говоря, Моисеевый законодательство тоже говорит о том, что произвол отдельных индивидов в обществе должен быть ограничен сверху. Ну, разница только состоит в том, что в категорическом императиве речь идет о том, что отдельный индивид должен взять на себя такой долг. Вот у него есть долг, и он должен на себя его взять. А в законах Моисея речь идет о том, что Бог, как высший принцип, сверху спускает некое законодательство, которому должны придерживаться люди. Может быть, отдельные люди этого не понимают, что именно так надо действовать. Но они не понимают разумности такого действия, чтобы жить в неком обществе, в котором возможно совместное проживание. Потому что если нарушаются законы Моисея, если один пойдет на сверху другого, то, собственно, такой бой, просто общежитие будет невозможным. Так вот, разница состоит в том, что здесь, в законах Моисея, вот эта вот этика формальная осуществляется с помощью Бога, спускается снизу, сверху. А в категорическом императиве каждый отдельный индивид является центром этой этики. И он должен разумно свою жизнь упорядочить в соответствии с этой этикой. Ну вот мы подошли сейчас к важному различию. Различию закона и нравственности. Это вот первое важное различие, собственно, мы долго к нему двигались. Тут всякие предварительные разговоры были. Вот первое существенное различие, это вот различие закона и нравственности. Ну, можно вспомнить, даже как-то подойти к этому вопросу, как этот вопрос обсуждается в Евангелии, в христианстве. В христианстве этот вопрос, прежде всего, поднимает Павел, да, вот для него очень важен. Вот был, с законом у Павла ассоциируется прежний иудаизм, да. Согласно которому надо исполнять закон. Ну, будем под законом подразумевать 10 заповедей. Хотя это, с точки зрения иудаизма, не совсем точно, да, потому что там много заповедей, там 600 чем-то. Но будем считать, как будто бы 10 заповедей. Нам просто это не очень существенно. Ну, и нравственность. А в чем состоял нравственность? А по нравственностью понималась некая благодать. Ну, термин не очень удачный. И сейчас я объясню, что это дело. В чем состоит, собственно, закон? Всякая правильная формулировка закона, вот теперь требуется некая логика, да. Всякая правильная формулировка закона есть формулировка запрета. То есть, всякий закон сводится к запрету. Иначе говоря, к установке границ. Вот, например, закон не убить, да. Что означает? Это означает, что есть мое поле деятельности. Ну, не мое, а, скажем, ну, какого-то, какого-то субъекта. А это поле его возможностей. Поле возможностей. Что говорит закон? Закон говорит, на самом деле, что вот в этом поле возможностей вот есть какие-то такие вот возможности, да, которые вот эти вот возможности, которые запрещены. Закон не говорит о том, на самом деле, что касается других возможностей. То есть, в других возможностях субъект действует, как ему заблагорассудится. Ну, только ему запрещено заходить вот за эту границу. Вот есть некая граница, как бы, о его возможности, да, Он не может это возможность осуществлять. Что тут интересно? Интересно, что для этого субъекту не нужно осуществлять какие-то особые усилия. Вот, например, для того, чтобы он не убивал, он просто может жить обыкновенной жизнью. Ему для этого ничего не надо делать. Он может просто жить и все, и тем самым осуществлять сам принцип. То есть, жизнь, ну, скажем, нормальная жизнь. Но уже есть осуществление этих законов. Чтобы субъекту нарушить этот закон, нужно либо столкнуться с этими какими-то специальными обстоятельствами, либо специально какие-то действия предпринять. А так, в процессе самой жизни, то есть в обыкновенном, ежедневном, своей повседневной жизни, человеку ничего не надо делать. Он может вообще просто лежать на диване. Подтягиваться, там, и телевизор смотреть. И тем не менее, и получается, что будет соблюдать закон, не убить. Вот так вот, так формулируется закон. Закон, конечно, может формулироваться также и в позитивную. Вот это негативная формулировка. То есть, всякий закон стремится к негативной формулировке. Потому что, если негативная формулировка, правильно отражает сущность закона. Закон, потому что она является естественной, да, она выполняется, и сам ход жизни позволяет его исполнять. Почему? То есть, мы как бы ограничили некую область, сказали, что тут запрещено входить. И тем не менее, как бы человеческая жизнь вполне осталась благополучной. Она может вполне, как бы, в каких-то достаточно больших просторах там прескаться. А вот если мы формулируем закон в позитивной формулировке, ну, допустим, какое-нибудь обязательство, да, допустим, обязательство, там, ну, давайте возьмем, как это, в качестве закона, иногда его формулируют как закон, хотя это не понятно. Возлюбить ближнего. Да, вот, допустим, возлюбить ближнего. Взять как закон. Потому что, что бы это означало? Это бы означало, что это позитивная формулировка. Я просто показываю, почему в позитивной формулировке закон звучит неадекватно, неправильно. Вот если бы закон, мы бы формулируем, возлюбить ближнего, да, то тогда получалось бы, что нахождение в простой жизни, вот если бы я находился в каком-то состоянии, то есть лежал на диване и смотрел телевизор, то тем самым я бы уже ближнего-то ведь не любил бы. Правильно? Потому что, что было бы значит, что, значит, не было бы места такого, да, где я бы простой, естественным течением своей жизни бы исполнял закон. Ситуация была бы обратной. Всякое мое бездействие бы воспринималось как нарушение закона. Почему? Если бы я, потому что возлюбить ближнего, я должен был бы возлюблять каждую секунду, с каждым дыханием своей жизни. Поэтому, когда закон формулируется в позитивном смысле, да, он на самом деле нарушается сам принцип естественности, да, потому что он вторгается в нищто, как бы он вторгается в свободу субъекта и принуждает эту свободу направить в определенном направлении. Поэтому закон, блин, в позитивной форме, он просто нарушает сам принцип закона, да, он перестает быть законом, он просто строится чем-то другим. На самом деле, то, что я здесь написал «Возлюбить нижнюю», я как раз указал на том, что это касается краснодарственности, а не зато. Но мы сейчас к этому подойдем, да? Мы подойдем немножко окольным путем, но для этого требуется пройти этот окольный путь, иначе будет сложно понять, о чем идет речь. Так вот у нас есть вторая поставь – нравственность. И для того, чтобы сейчас перейти к нравственности, надо разобраться с тем, что это такое доброизло. Давайте к этому подойдем. Добро и зло. Простым принципом нравственности, как бы можно было бы его сформулировать, безотносительно того, как определяется добро и зло, можно было бы сказать так, что принцип нравственности состоит в том, что он требует сделать добро и не совершать зла. Делай добро и не совершать зла. Конечно же, от того, как мы будем поднимать добро и зло, формальность этого принципа никак не зависит. Потому что фактически понимание добро и зло – это уже содержание. Просто суть вопроса состоит в том, что принцип нравственности именно и базируется на этом различении. В зависимости от того, как мы различим добро и зло, так и будет звучать принцип нравственности. здесь важно, как бы, что вот это вот различие добра и зла, оно как раз, оно существует уже в законе. Но в законе, как бы, оно существует неестественным образом. Вот здесь вот возникает такая, опять же, интересная симметрия. Что значит в законе различие добра и зла существует неестественным образом? Я говорил о том, что правильная формулировка закона является отрицательной, является негативной формулировкой. То есть формулировка – запрет. Но это что означает что-то запретить? Что такое запрет? Ведь запрет – такая биболитная вещь, что, с одной стороны, запрет что-то формулирует, он же как-то должен артикулировать, да? Он должен как-то проартикулировать, что же он запрещает? Он артикулирует, причем артикулирует, понятно, да? Понятно. Некую, как бы, вещь. Ну, например, убийство. Он говорит, вот убийство. Некую сущность артикулирует, понятно. Ну, или возможность. Лучше говорить, возможность, не сущность, конечно. Возможность. Он артикулирует сначала некоторую возможность, а потом вторым актом ее запрещает. Об этом интересно пишет Павел. Павел как-то в одном месте завещает, что что мы скажем, что закон грех, никак. Но я бы не знал греха, если бы не было бы закона, который мне запрещал бы его. То есть, иначе говоря, сам запрет, то есть, сам закон как запрет, он в некотором отношении вводит в сферу сознания субъекта, как это субъекта нравственности, то, что запрещается. Иначе говоря, закон своей формулировкой противоречит тому, что он хочет сделать. Ну, представим себе, что, допустим, есть какое-то невинное сознание, которое просто не ведает, какие существуют возможности. Но оно живет в некоторой области. Вот невинное сознание. Давайте. Невинное сознание. Вот есть невинное сознание. Невинное. Что значит невинное? Ну, это означает, что никаких запретов оно не знает. Оно просто живет в некоторой сфере возможностей своих, ограниченных. И допустим, умудренное сознание, то есть сознание, которое нагружено нравственно, и оно взирает на эту сферу и видит, что в этой сфере, на самом деле, есть нравственность, значит, ну, как бы, с ее позиции, то есть вот умудренное сознание, это вот невинное сознание, а это умудренное сознание, то есть умудренное сознание в смысле нравственности. Оно видит, что невинность, она достигает, ну она существует в некоторой наследной сфере Но сама-то невинность этого не видит И если умудренное сознание попытается сообщить этому невинному сознанию, что оно является невинным Оно же должно как-то это сартикулировать, каким образом? Она должна будет взять различие, как оно есть А иначе оно не сможет сформулировать, что оно хочет сказать Показать на самом деле, что невинное сознание обитает в правильной сфере И указать, что вот есть неправильная сфера, вот это правильная сфера, неправильная сфера И что есть неправильная сфера, и туда не надо двигаться В каком-то смысле получится, что невинное сознание будет соблазнено вот этой другой сферой, куда двигаться нельзя И получится, что вот казалось бы, нравственность, она должна учить нас Она должна учить невинное сознание Ну, под невинным сознанием можно понимать детей, можно понимать дикие народы которые живут на лоне природы, неважно. Сознание, которое не ограничено никакими нравственными запретами, то получится так, что нравственное сознание будет развращать невинное сознание. Тем самым, потому что будет указывать на некие возможности, которые для невинного сознания не существовали. Конечно, невинное сознание может быть с самого начала с точки зрения нравственного сознания ненравственным. Допустим, невинное сознание может заниматься каннибализмом и не будет даже понимать, почему этот каннибализм является чем-то безнравственным. Она просто живет в этой естественности, в естественности каннибализма, и все, она все в мире друг к другу поедает, она смотрит в природе, как это происходит. Все в природе друг к другу поедает. И точно так же оно поедает друг друга, то есть оно поедает других людей. И оно может быть изначально с позиции нравственного сознания, не нравственного. Поэтому мудрённое сознание даже будет обязано вступить в сферу этого невинного сознания и указать ему, что нельзя других людей есть, что каннибализм – это неправильное отношение к людям. Почему? Потому что люди все равны, и нельзя равного есть. Нельзя к нему относиться, как к пище, потому что он есть свобода. Человеку нужно относиться к свободе, а не к пище. Ну, это один случай. А другой случай можно показывать то, что нравственное сознание, ну, допустим, в том случае умудрённое сознание окажется в чём-то правом. А в этом случае оно окажется как раз развращающим сознанием. Значит, говоря, в своём запрете закон нравственный является чем-то абивалентом. Он на самом деле одновременно делает, он делает то, фактически делает то, чего хочет избежать. Оно артикулирует запрет, то есть оно артикулирует, ну, будем называть его злом, оно артикулирует, чём состоит зло, чтобы его избежать. И самое интересное, что чем больше закон пытается разобраться в этом зле, да, допустим, можно сказать, просто не убить. Но мы же понимаем, на самом деле, что убивать на войне в каком-то отношении надо справедливо, иначе и нас убьют. Убивать, защищать своих ближних от посягательств грабителей, преступников, и это тоже составляет часть нравственности, да. И как бы в каком-то отношении закон должен был бы внедриться, как наш современный закон, да, он внедрился в эти различия. И существуют целые огромные кодексы, да, которые касаются каждого случая, где и различены. Что такое, там, грабёж, что такое воровство, что такое убийство, что там, какие-то различены, там, намерения, там, различные, там, различные, там, отягчающие обстоятельства, да, допустим, там, группа людей, там, по сговору, там, и прочее, и прочее, и прочее, да. То есть, как бы, закон вступил как бы в многообразное это различие. Но первоначальный закон, он боится вступить в это различие. Почему? Потому что, когда закон углубляется в анализ зла, но тем самым это зло-то на самом деле ещё больше пропагандирует, да. То есть, пытаясь вычленить добро, да, и пытаясь различить вот в некой тёмной сфере, вот есть некая изначальная неразличённая сфера, да, вот сфера неразличённости. Сфера неразличённости. Вот пытаясь в этой сфере неразличённости внести всё больше и больше различия, на самом деле порождает то, что мы, усиливая разрешающую способность наших различий, тем самым усиливая разрешающую способность не только для добра, но и зла. Да, мы тем самым как бы показываем вот этому вот невидному юношеству, невидному сознанию, как бы развращаем его всё большим и большим злом. Да, мы показываем всё больше и больше возможностей. Одно дело указать какую-то абстрактную возможность не убить, да, что вот можно убить, но это же абстрактная какая-то вещь. А другое показать на самом деле, как можно многообразно и хитроумно это сделать, да, какие существуют различные виды убийств, да, как это всё бывает на самом деле, да. Там с применением насилия, пыток и прочее, прочее. То есть вот это вот состояние закона, оно является вот странным, да, что закон, вот он так, надственный закон, он является чем-то недостаточным. И вот на эту недостаточность как раз прежде всего указывает христианство. То есть почему вообще возникла нравственность, да, почему недостаточно было закона? Ну потому что закон на самом деле не может выполнить свою функцию. То, что закон на самом деле одной стороной своей, он находится как бы в азле. Ну давайте это рассмотрим ближе. Почему закон одной стороной находится в азле. Закон. Дело в том, что закон на самом деле не может достигнуть добра. Мы пока не сформулировали, в чем состоит добро и зло. Пока я как бы, давайте держаться, я в каком-то, когда нужно будет, сделаю эти определения. Но я для того, чтобы сейчас не запутывать изложения, да, я пока буду держаться. Вот допустим, мы понимаем, что такое добро и зло. Но есть какое-то интуитивное развлечение, да, добра и зло. Пока мы не будем в этой материи вдорогаться, давайте просто рассмотрим, вот, исходя из того, что как бы мы понимаем, что состоит добро и зло, как бы интуитивно, да, нам понятно. У каждого из нас есть совесть, в конце концов, но мы можем различить. Не будем как-то брать крайности, там, может быть, есть люди, которые настаивают на том, что они никакой собственной понимания добра и зла и так далее. Мы на этом оставим его. Допустим, какое-то развлечение, оно проведено, оно ясно, и вот закон, что, в чем состоит его недостаток? Достаток закона состоит в том, что он на самом деле апеллирует не к добру, да, то есть на самом деле закон не является принципом добра, он является принципом справедливости. Как этот принцип справедливости формулируется? Ну, вот я говорила о формальном взаимоотношении двух равных субъектов, да, вот есть два равных субъекта. Два равных. Принцип справедливости формулируется следующим образом, ну, можно взять его, допустим, в христианском варианте. Христианство, ну, в Евангелии, как оно описано в Евангелии. В Евангелии говорится, поступайте по отношению к другим людям так, как вы хотели бы, чтобы они поступали по отношению к вам, да. Вот и есть принцип равновесия, да, вот некий принцип взаимоотношения двух равных субъектов. Два равных субъекта могут вступить в некое отношение и в разумном состоянии, вот первая ситуация, разумная, да, разумная. Каждый ограничил сам себя, да, и они на некоторой границе встретились, да, и каждый не продвигается дальше. Вот они встретились вот здесь, на границе, и удерживают эту границу. Это разумное отношение. То есть каждый в отношении к другому поступает так, как хотел бы, чтобы поступали в отношении его. Но на самом деле, вот это вот состояние разумное, да, оно есть некое вырожденное состояние. Потому что могут быть еще два состояния. Первое состояние. Два этих субъекта могут быть удалены друг от друга. Они могут находиться далеко, и их возможности не соприкасаются. Вот это возможности одного, возможности другого. Они никак не соприкасаются. И поэтому принцип праведливости, собственно, здесь выполняется автоматически. Просто каждый субъект внутри своих возможностей, он не ограничит возможности другого. Принцип праведливости выполняется автоматически. В чем состоит принцип праведливости? Что каждый должен действовать в отношении другого, как он хотел бы, чтобы действовать в отношении него. Каждый сидит в своей крепости и не выступает по отношению к другому. Но со временем, как в общей территории, люди соприкасаются, таким или иначе образом люди начинают с другими соприкасаться. Если говорить исторически, сначала было много территорий, люди просто уходили друг от друга и жили как хотели. Но со временем территорий все меньше и меньше было, было невозможно не соприкасаться. Люди начали друг с другом соприкасаться. Тогда возникла такая ситуация, что один, допустим, наступает на территорию другого. Один считает, что ему принадлежит некое поле возможностей, которое является большим, чем поле возможностей 2. Иначе говоря, они оспаривают некую середину эту область, да, вот это поле спора. Спор. То есть вот есть некое состояние 2, в котором они были удалены, у них не было взаимоотношений, но они, взаимоотношения точнее было, но оно было далекое, поэтому все как бы жили как бы себе это мирно и счастливо. Каждый жил вдалеке от другого там. Все было мирно и счастливо. И вот они соприкоснулись, их территории соприкоснулись, или там, территории их возможностей. И они вот как бы оспаривают некую середину эту область, да. Это вот как раз, этот спор может выродиться в рабство, но мы этот случай не берем, потому что считаем, что рабство теперь уже запрещено. Мы как бы, я вначале рассказал, что рабство это уход от всякой этики, да, это покидание поля этики. Но там существует на самом деле поле, просто можно так бесконечно рассказывать об этом, да, потому что есть даже и в рабстве существует каста равных там, и каста как бы подчиненных. И внутри этих каст существует ведь разница. То есть существует разница среди знатных, да, и существует разница среди рабов. Да, и между этими, между рабами, между знатными устанавливаются какие-то отношения равенства, потому что они оба находятся в некой ситуации взаиморавенства. Правда, например, и здесь может возникать тоже какие-то маленькие иерархии, но в некотором отношении там, например, в отношении господства, да, они находятся в равенстве. Потому что всякое понятие, ведь равенство, понятие является понятием аспекта. Люди ведь, я еще раз говорю, изначально по природе неравны. И поэтому, когда мы говорим о равенстве, всегда мы указываем, в каком аспекте происходит равенство. Да, вот когда мы говорим о формальной этике, мы всегда говорим о том, что эта этика формально в каком-то отношении. В каком отношении я указал? В отношении того, что все люди, ну так признаны, да, вот есть некая как бы аксиома. Это аксиома современная, да. К этой аксиоме перешли в определенный момент, благодаря Христианству. Аксиома состоящая в том, что все люди от природы свободны. Да, так ли это на самом деле и установить ведь невозможно. Какой-нибудь расист там, или там какой-нибудь там фашист будет утверждать, что это неправда. Да, что расист скажет, что на самом деле люди отличаются по природе. И будет доказывать там, да, вплоть до генного уровня, что на генном уровне там одни идиоты, там другие умные. Или там еще там как-то они различаются существенно, да. Фашисты будут говорить о том, что на самом деле тоже там, но в каких-то других основаниях, да, одни люди предпочтительны других. Это не существенно на самом деле, как они будут это доказывать. Существенно то, что вот эта вот первоначальная, первоначальная фаза, да, первоначальный брос формальной этики, он является чем-то аксиоматическим. Мы только аксиоматически принимаем, но вот в современном мире мы аксиоматически приняли, что вот люди от природы равны. Приезжает какой-то там негр, там, индийский, там, еще какой-нибудь другой человек, там, совершенно нам другой культуры, другой национальности, там, другого языка и прочего-прочего. Да, и мы все равно воспринимаем его как человека, да. Но с другой стороны мы понимаем, например, что вот кот сидит передо мной, он не является мне равным. Как бы мы вот как бы об этом не рассуждать, он все равно мне не равен. Правильно? Я не вступаю с ним в отношении никакой формальной этики, потому что он не является мне равным. И когда вот здесь я говорю о том, что вот рабство запрещено, я имею в виду, что мы находимся сейчас в рамках уже формальной этики даже, что субъекты равны. Тем не менее, субъекты могут вступить в такой конфликт. Да, и этот конфликт должен как-то разрешиться. Собственно, христианство, если рассматривать все, что произложено в Евангелиях, оно как раз касается того, что вот ситуация вот этого, да, вот ситуация, это проблема. Да, проблема для христианства. Надо как-то, она должна быть как-то разрешена. И она должна разрешена быть вот так вот, в разумном. Поэтому, когда Христос, ну, формулили свой принцип, ну, этот принцип можно назвать золотым правилом, да, золотое правило, то на самом деле он имеет в виду, что всякий раз, когда вы попадаете в такую ситуацию конфликта, не в такую ситуацию, когда вы сидите удаленно, да, там, а в ситуации конфликта, то вы должны на самом деле руководствоваться тем, что есть некие разумные принципы, что можно его установить. Ну, христианство ведь как предлагает сделать? Оно понимает на самом деле, что вот это может кончиться войной, да, и погибелью обоих. И поэтому христианство предлагает уступить. То есть христианство предлагает как бы сделать, я сейчас просто объясняю, один из возможностей того, как реализуется просто этот принцип вот в конкретном случае, да, он просто, пусть один возьмет себе свою территорию. Христианство предлагает в другом просто отдать ее, согласиться, да. Ради чего? Ради того, чтобы был мир, ради того, чтобы вот возобладала разумность. Потому что, ну, здесь существует ведь, ведь христианство опирается именно на принцип формальной этики, да, оно опирается не в том смысле, что Христос формулирует этот принцип формальной этики. И Христос просто этот принцип понимает интуитивно. Ведь если второй отказывается от чего-то своего, да, ради первого, то тем самым как бы возникает неравенство, да, вот возникает какое-то внутреннее неравенство, да, которое должно подвигнуть, если один из два свободный, и вот этого одного к некому покаянию, да, к некому движению нравственному того, что он не прав. То есть, Христос предполагает, что в конфликтной ситуации выйти из конфликта можно тем способом, чтобы просто не конфликтовать, уступить стороне, с тем, чтобы сама сторона осознала и отступила. Вот эта сторона один осознает и отступит опять же в это состояние разумности. Вот в это состояние первое. Ну давайте, как бы, в чем состоит принцип справедливости с другой стороны. Вот есть такой, ну чтобы было понятно, о чем вообще идет речь, да? Вот есть такой, ну если можно говорить, какой общий закон природы состоящий в том, что все рано или поздно, все сваливается в неком равновесии. Вообще, что мир у нас есть, мир равновесия, да? Что вот маятник качается, там, в некотором положении, там, допустим, сюда он отклоняется, да? Сюда отклоняется. Маятник. Рано или поздно, он, как бы, он будет качаться и качаться, и случится так, как по закону природы, что он встанет в некое равновесное положение и остановится. Как бы он не качался туда-сюда, вот он, как бы, занимает это положение. Собственно, принцип справедливости, это есть точно такой же принцип равновесия, только в этической области. О чем идет речь? Допустим, как бы, соприкасается два индивида. Мы сейчас уже не берем это христианство, я там немножко, как бы, отклонился в сторону. На самом деле, еще это то, что, допустим, соприкасается два индивида, да? Допустим, один из индивидов нарушает, вот есть, вот есть некое разумное состояние, да, вот, разумное состояние, как я говорил, да, в котором каждый ограничивает себя, да, и они находятся, ну, в силу того, что они равны, в силу того, что равны, у них, между ними, есть равные смысле свободы. Смысле свободы, да? Потому что, фактически, они не равны, конечно. Так вот, когда они находятся в таком состоянии, в состоянии равенства, да, ну, это, как бы, некое состояние равновесия. Когда кто-то один пытается вот это равновесие нарушить, например, вот, заступает в область, да, другого, то возникает противодействие с этой стороны, естественно. Когда один ограничивает свободу другого, возникает противодействие. И это противодействие стремится, как бы, восстановить, вот, изначально равновесие. То есть, так же, как в мае, да, если мы отклоняем, он все-таки стремится вот, никому в состоянии равновесия. Поэтому, справедливость, есть некое состояние равновесия человечества, независимо ни от чего, там, ни от богов, там, ни от религии, ни от чего, как бы, человечество стремится так или просто, и так или иначе, как бы, вот, привести к никому равновесию. Вот так же и в этике, которая подразумевает то, что каждый понимает, что есть некое, это же верно так же и в экономическом плане, да, и в смысле, как бы, экономии не только, не только экономики, в смысле материальной ценности, но и экономики, в смысле усилий, да. Ведь, если кто-то, допустим, захочет поработить других людей, да, то он должен будет, как он может это сделать? Он может заставить других людей, если, сейчас мы разговариваем, опять же, в идеологии формальной этики, да, когда люди равны, потому что, если идеология неравенства, да, если вот в древнем обществе существовала идеология неравенства, где люди сами признавали, что одни люди в природе являются, как бы, менее достойными, чем другие, да, и там вот это вот неравенство, которое существовало, в том числе и рабство, оно поддерживалось самой идеологией. И, да, вот, существует предсвидетельство о том, что, например, в Римской империи рабов там чуть ли там не в десятки, там, не сотни раз было больше, чем рабовладельцев, если так вдуматься, каким образом так общество могло удерживаться, да, вот, если бы каждый раб осознал, что он свободен, да, ну, это невозможно. Никакое общество современное, попробуйте там, в таком перевесе, там, удержать власть, да, это невозможно просто. Но в том числе было возможно, потому что рабы считали, что они по природе рабы, да, а что господа, да, они знатные, они по природе, как бы, они другой крови, там, говорю, было такое даже понятие, да, голубая кровь, да, они по природе являются щедро, что это должны господство, да, и господство держалось именно в идеологии, да. Так вот, когда такой идеологии нет, когда мы живем в сфере формальной этики, как бы, вот, допустим, кто-то один решил, вот один такой наглый, решил, как бы, поработить других, да, вот он заступил за свободу многих, там, два, там, ну, многих людей. Как ему удержать эту власть? Только насилие, да, вот он насилие осуществил. Он может удержать свое такое состояние, когда свобода других чем-то ограничена, только насилие. Но долго ли он будет удерживать это насилие? Сколько он может? Ну, если ему везет, то он может удержать там в течение своей жизни. Но стоит ему только умереть, сами понимаете, все поменялись. Это постоянно показывает современные истории, да, что всякого рода вот такие вот режимы, да, в которых, которые осуществляются с помощью насилия, они недолговечны, они ограничены либо просто тем, что насилие просто в принципе не может осуществиться, потому что мы считаем, что мы все равны, да, и тот, кто пытается, вот этот один, который обнаглел совершенно, да, что он пытается распространить свое, как бы, вот, свой произвол на нашу свободу, мы просто этого не допустим. Просто потому что мы считаем, что мы ему равны. В древнем обществе они вполне это допускали, потому что они считали, что это сын бога, так сказать, а этот, а мы, типа, мусор там. Поэтому они считали, что так и должно быть, сын бога же имеет право, как бы, и на нас, мы-то кто такие. Как вот Иван Грозный выражался, да, там, что, вот он является, в письмах своих писал о том, что он является, ну, богоизбранным, да, и он своих холопьев, как хочет, так вот, что-то хочет, то, что с ними и делает. Ну, так он писал Курбскому, да. Почему Курбский убегает от Ивана Грозного? Почему он его боится? Ведь если он признает Ивана Грозного своим царем, он должен, так сказать, и признавать то, что Грозный имеет право ему, что хочешь с ним делать, да, то есть то, что у него нет никакой личной, как бы, жизни. Он просто является холопом царя, и все. И обсуждать тут даже нечего. Так вот, если мы считаем, что никаких царей таких не бывает, если мы считаем, что усилий вероятны, то вот такое усилие не может удержаться. И поэтому, естественно, под естественным законом, по закону противодействия, вот тут возникает противодействие, все восстанавливается, и опять приобретает вот это вот состояние равновесия, да. Вот есть некое состояние равновесия. Поэтому с принципом справедливости является на самом деле неким принципом равновесия в нравственности. Он является, если так можно выразиться, ну, в смысле формальной этики, потому что тут важна вот эта, все-таки принцип равновесия, которым идет речь, еще не является естественным законом, он все-таки является законом человеческим. Так вот, в пределах формальной этики, где люди считаются равными, принцип справедливости является законом природы, который действует среди людей и заставляет людей считаться друг с другом. И поэтому он не является даже, собственно, чем-то сложным. Он осуществляется автоматически, всякий раз, когда один человек наступает на волю или свободу другого человека, возникает обратное движение и восстанавливается справедливость. Это не означает, еще раз говорю, что за справедливость не надо бороться. Если возникает вдруг пация, власть, если возникает ограничение свободы со стороны каких-то отдельных взорвавшихся индивидов, то, естественно, мы имеем право восстановить и общее равновесие. Не только право имеем, мы естественным образом это стремимся и это делаем. Так вот, теперь, когда мы сказали о том, что закон является принципом справедливости, зададимся вопросом, является ли закон принципом добра? Не знаю, является ли для вас противопоставление справедливости и добра чем-то естественным. Для многих людей тут бесконечная путаница возникает. Справедливость у них, добро, все в одну кучу. Они еще не пытаются задуматься о том, что тут существуют естественные различия. Но давайте все-таки я покажу, в чем состоит разница добра и справедливости. Дело в том, что что такое справедливость? Как принцип равновесия. Для того, чтобы равновесие или справедливость по глаз существится, должно быть и добро, и зло. Почему? Потому что для того, чтобы взорвавшийся этот индивид, который пытается узурпировать свободу другого, он пытается зайти на территорию другого. Для того, чтобы вот такое насилие можно было остановить, нужно противоположное насилие. Нам нужен ответ. Ответное насилие. Иначе говоря, на зло со стороны первого субъекта по отношению к второму требуется ответное зло. Если в христианстве, христианство предполагало, как я уже говорил, что на зло нельзя отвечать зло. Надо отступить в какое-то положение, покориться злу. Буквально это заповедь Евангелия Тнофея звучит так. Не пройтись злом. Тот, кто ударил тебе вправо, подставь ему левую. То есть надо действовать другим способом. Не отвечать злом на зло. Почему нельзя отвечать злом на зло? Это мы поговорим дальше. Это будет уже касаться нравственности. Мы будем это подробно исследовать. В данном случае нам очень важно... Нам очень важно здесь, что для того, чтобы мы могли противодействовать злому, для того, чтобы установился принцип равновесия, должно существовать ответное зло. Ответное. Иначе говоря, нельзя быть просто добрым. Принцип закон и принцип справедливости подразумевает, что справедливость устанавливает, в том числе, с помощью насилия. Нужно насилие. А если есть насилие, то всегда есть зло. Всегда. Ну, для того, чтобы это понять, нужно знать, что такое зло. Мы потом опять же на этом разговоре остановимся. Иначе говоря, принцип справедливости подразумевает, что должно быть два принципа. Принцип и добра, и зла. То есть, поскольку равновесие между равновесиями может быть установлено только в том случае, если есть противоположные принципы. Нельзя встать только на позицию одного принципа. Обязательно должно быть два принципа. Потому что равновесие, я говорю, устанавливается между чем-то, имеющим дуальную структуру. Именно поэтому закон не является принципом добра. Закон не является принципом добра. Почему? Потому что если мы встанем только на позицию одного только добра, то мы не сможем осуществлять принцип справедливости. Вот как в христианстве. Вот в христианстве. Это вот и есть же, собственно, осуществление добра. Не отвечать злом на зло. Вот христианство, оно становится на принцип добра. То есть, на позицию добра. И оно уже не может ответить на злом, на злом, на зло. Но не стремится. Оно пытается как бы остаться в добре. Остаться в добре. Сохранить себе добро. И тем самым нарушает справедливость. Нарушает справедливость в отношении самого себя. Потому что тут же происходит некая узурпация, его свобода, ограничение свободы. Оно с этим ограничением согласно. Оно жертвует самим собой ради добра. Ради того, чтобы остаться в добре. Учисляется, что закон является неким формальным принципом в принципе. Что это означает? Он является чисто формальным принципом. Формальным. Это означает, что он является абстрактным. Формальный принцип закона является абстрактным. Когда я говорю формальный, не надо понимать подформальным слово абстрактный. Потому что я говорю, что подформальным здесь понимается взаимоотношение свободных индивидов. Что форма нашего взаимоотношения является свободой. Когда мы вступаем в отношении симметричности, возникает некая форма взаимоотношений. И формальная этика является этикой, которая вступает в взаимоотношения два индивидов. Поэтому, когда я говорю абстрактным, то оно имеет другое содержание, чем формальное. То есть формальная этика закона всегда абстрактна. Что это означает? Это означает, что формальная этика, мы уже к этому подходили с другой стороны, что она является запретом. То есть запрет всегда некий абстрактный запрет. Он просто... Почему он абстрактный? Конечно же, мы говорим о том, что, допустим, он формулируется в принципе не убит. И принцип не уби является, как нам кажется, вполне конкретным принципом. Но на самом деле, на самом деле, ведь и существуют ситуации, когда убивать разрешено. Разрешено. Да, например, ну, как раз... Не дело не то, что разрешено, а как бы... А когда с точки зрения разумности, с точки зрения формальной этики, казалось бы, убивать является чем-то правильным. Но, с точки зрения закона, убийство признается чем-то запретным. Ну, я имею в виду сейчас законы Моисея, просто я не могу каждый раз апеллировать ко многим законам. Просто мы возьмем для примера законы Моисея. Да, вот есть законы Моисея. Там просто они просты, просто формулируются. Я говорю уже о том, о десяти запретах. Ну, просто запретники. Это запрет запрещает любое убийство. Да, любое. Любое убийство. На войне ли убивают? Правильно ли убивают? Неправильно ли убивают? Любое убийство запрещено. Иначе говоря, этика закона является в том смысле абстрактным, что она запрещает, в принципе, такое действие, как убийство. В принципе. На любом его срезе. Любой срез. Или срез верхний, да, самый, наиболее абстрактный. И срез самый нижний, конкретный. Например, нельзя убивать конкретного вот этого человека. Нельзя убивать людей, допустим, от этой национальности. Нельзя убивать людей вообще, на любом уровне. На любом уровне. Он отрицает, в принципе, само действие. И благодаря этому он превращается просто в абстрактный закон. Он, когда мы пытаемся этому закону противопоставить, а можно ли убивать на войне некую конкретность? Вот ставим конкретный вопрос. На этот вопрос тут как бы единственный ответ. Поскольку убивать вообще нельзя, то нельзя убивать и на войне. Ну, понятное дело, что как бы закон Моисея не является в этом отношении каким-то там совершенным законом. Понятное дело, что другие законы современные. У них там и по этому поводу там оговорено вообще, когда можно, когда нельзя. Поэтому, когда мы, и когда, для того, чтобы показать, почему современный, вот, юридический закон является абстрактным, надо было бы просто придумать вопрос немного по-другому поставить, да, там. Его можно тоже поставить, и точно так же будет ясно на самом деле, что он, закон часто не может рассмотреть конкретный случай. То есть он пытается его рассмотреть, потому что что-то, закон ведь это и система, некая система запретов. Она не может, нельзя установить запреты на все случаи жизни, да. Запреты можно установить только там, насколько, ну, вот, есть некая там система, конечная система запретов. Конечная система запретов. И эта система запретов, она может только как бы запретить вот некую конечную систему возможностей. Вот, ну, допустим, там их, допустим, тысячи. А вот возникнет тысяча первая какая-то возможность, и что с ней делать? Она не входит в эту систему запретов. И получается, вот в этой системе, в тысяча первую уже можно сделать. Хотя, с разумной точки зрения, со стороны мы понимаем, что это нарушение в каком-то смысле вот этой разумности, исходящей из взаимоотношений свободных субъектов. Ну, закон, конечно, возьмет и эту тысячу первую внесет в качестве запрета. Тем самым, как бы вот этот абстрактный, формальный, абстрактный закон будет постоянно, и он на самом деле так и происходит, он постоянно формулируется, переформулируется, постоянно уточняется. Но в некотором отношении все равно, как бы вот и он не уточнялся, ну, тысяча первой, тысяча второй и так далее, можно вот в этом системе запрета двигаться бесконечно. Тем не менее, закон никогда не выйдет на такую ситуацию, что он станет конкретным. Закон всегда будет абстрактным. Вот мы сейчас поговорили про закон специально для того, чтобы теперь выйти на то, почему кроме закона существует нравственность. Ведь на самом деле это такая ситуация парадоксальная, да, что существует не просто один закон, ведь некоторые утверждают, что не нужно никакой нравственности, достаточно одного закона, типа в законе все сформулировано. Вот я теперь просто попытаюсь показать, почему в законе не все сформулировано, почему обязательно существует нравственность, и почему вообще существует такая противоположность. Закон и, ну, закон, закон и нравственность. Потому что мы говорим иногда «нравственный закон», на самом деле говоря, «нравственный закон» — это точно такой же закон. Различия между нравственными законами и законом никакого нет. Потому что, когда я говорю закон, я имею в виду систему запретов. Как бы закон не формулировался, будь этот закон юридический, будь этот закон нравственный, закон Моисея или христианский. Допустим, иногда христианство формулирует его заповеди в виде закона. Потому что возлюбить ближнего своего – это заповедь, и иногда ее понимают как закон. Это как добавка, возлюбить Бога и возлюбить ближнего своего как самого себя – это новые два закона, которые принес Христос. Да, вот как бы он отменил закон Моисеев и вот как бы вместо него дал новые два закона. На самом деле так понимать – это просто извращать смысл того, что представляет собой нравственность. Почему я, тут надо говорить опять, почему я здесь постоянно опираюсь на христианство, потому что я уже говорил о том, что именно христианство ввело этот формальный принцип равенства. Поэтому обойти христианство, когда мы рассуждаем о нравственности, будет просто невозможно. Во-первых, это хорошее поле для примеров, и во-вторых, это как бы исторически просто то самое поле, в котором, собственно, все наше современное представление нравственности разрабатывалось. Это начиная от нравственности, как она разрабатывалась в древней веке, и качая последними современными теориями нравственности. Все они опираются, собственно, вот на это христианское представление. Они, собственно, вообще говоря, очень трудно найти теорию нравственности, которая может подняться выше теории нравственности, которая сформулирована в христианстве. Ну, можно ли вообще подняться выше нее? Это будем мы дальше говорить, на самом деле. И подняться выше дальше можно, но это не будет показать не так просто. Для того, чтобы это показать, требуется вести очень много различий. И, наверное, сегодня мы на это сделать не успеем. Это первое замечание. Второе замечание состоит в том, что есть тут в моем изложении некоторая, ну, как бы, можно сказать, спешка, да, некоторые, как бы, есть некие пропущенные моменты, которые требуют, на самом деле, более широкого освещения, более широкого развертывания. Да, я их пока пропускаю. Почему? Потому что я сейчас хочу показать некую общую картину того, о чем я потом буду в течение какого-то времени излагать, и в терминах, в чего я буду потом двигаться, да. Для того, чтобы показать общую картину, приходится опускать некие частности. И то, и мне не всегда это удается, меня постоянно заносит, или в каких-то один вопросах я уже много что сказал лишнего. Ну, ладно, вот как бы, например, в частности, это касается, почему закон является системой запретов. Это надо показывать, там, достаточно такая операция непростая. Это надо показывать, причем показывать это тоже достаточно формально, почему всякий закон, правильно сформулированный закон всегда система запретов. Ну, будем считать, что это как-то показано и доказано. Вообще говоря, как бы, я не знаю, есть ли теория в юриспиденции, есть ли такая теория, что правильный закон – это всегда отрицание, всегда запрет, как бы, ну, я просто ее не знаю, не хотел этим когда-то заниматься. Ну, вот, надеюсь, в будущем займусь. Ну, давайте пока вот держаться этого определения, что в законе есть система запретов. Это означает, что в законе есть система отрицания, да, некая система отрицания. Система отрицания. Сразу возникает такая интересная мысль. Если, вот, вот это вот, допустим, закон ограничил все поведение субъекта. Вот вся возможность поведения субъекта – это вот этот планшет полностью, да. Допустим, закон ограничил возможное поведение субъекта вот рамками вот этой сферы. Это сфера возможного поведения. Возможного поведения. Вот внутри этой сферы находится наш субъект И он может двигаться как угодно То есть ему закон ничего не говорит про то, как он должен здесь двигаться Закон только запрещает ему двигаться здесь То есть движение, которое происходит вне этой сферы, запрещено Это запрет Запрет закона А об этом ничего не говорится Я уже это описывал, да? То есть закон, человек живет какой-то своей жизнью Телевизор смотрит, вообще ничего не делает Ну все, что хочет, или что-то делает, допустим Но он, например, активную жизнь решил заняться Не важно Закон никак это не регламентирует, ему все равно Закон он свою сферу ублюдет и все Если вдруг возникает поползновение Попытаться осуществить нечто запретное Вот закон здесь тут как тут Тут сразу возникает коллизия И возникает движение Движение Ну там, не знаю Существует там, условно говоря, полиция существует Там органы, всякого рода органы надзор на закон То есть вот это вот запрещено И поэтому мы это Допустим, у нас субъект является законопослушным и такой возможности не существует Он не пытается нарушить границы, да? Он находится внутри некоторой границы Сразу возникает интересная вещь Закон ограничил сферу Но ничего не говорит про то, как надо жить внутри этой сферы И вот то, как нужно жить внутри этой сферы Это и есть нравственность Вот она и есть Вот это возникает нравственность Иначе говоря Нравственность Это всегда Нечто По ту сторону закона То есть нечто, остающее после того, как закон все ограничил Нечто Нечто Вне юрисдикции закона Конечно Исторически Исторически Нравственность и закон пересекались Например, если взять опять же те же самые законы Моисея Не убей Мы сейчас считаем, что не убивать это нравственный закон На самом деле это не нравственный закон То есть это не относится к нашей нравственности Не убей, это уже является просто законом юридическим Или там И все Он не является никаким нравственным законом Вот нравственность возникает, как регулятивный принцип Внутри вот этой сферы свободной Свободной сферы Я исхожу здесь Еще раз говорю Здесь на самом деле важно Важно правильно определять термины Дело в том, что можно как угодно жонглировать словами Можно что угодно называть нравственность Что угодно называть законом Но надо понимать, что вот есть некие смыслы Да, вот такие, как бы, как сгрузки смыслов Что, когда я говорил, что закон к системе запретов Я ведь не просто, как бы, пытался выдать желаемое Действительно, я пытался, я на самом деле пытался осмыслить, что такое закон И если мы на самом деле осмыслили, что закон регулирует уже всю область косячих запретов То мы уже не можем сюда втиснуть нравственность Зачем вот, зачем нравственности дублируют закон? Зачем нравственность будет говорить, что вот это запрещено? Зачем? Чтобы что сделать? Что она здесь может добавить? Зачем нравственности дублируют закон? Это бессмысленно Поэтому, когда я говорю здесь теперь уже о нравственности Ну, можете считать, что это как бы, там, это, о новой определении нравственности Ну, вообще говоря, нравственность регулирует именно эту область, да И это, можно так сказать, что каждая сфера должна быть точно определена Да, это сфера действий Нравственность может выступать, может выступать так же Можно считать, что вот законы Моисея являются законами нравственности Да, и они относятся к нравственности Только в той сфере, в которой законы Моисея пересекаются со законом юридическим, в чем смысл их называть, термин тоже нравственности? В чем? Непонятно. Поэтому, когда я предлагаю такое определение нравственности, в ректном смысле, конечно же, это просто определение термина. Но зато здесь понятно, почему есть закон, причем этот закон любой, любой закон, и законы Моисея сюда входят, и законы государства, и так далее. Любой закон, любой запрет находится в этой сфере. Ну ладно, пока это тоже разговор отставим, потому что тоже он далеко уводит, это надо обосновывать более строго. Здесь в данном аспекте я опять просто зайду далеко. Давайте как бы основываемся на том, что вот есть такое различие, да? Оно как бы естественное различие. Закон то, что отрицает, остается некая пустая сфера, и эта пустая сфера занимает нравственность. Нравственность определяет нечто позитивное. Закон это есть негативное, получается закон отрицания, да? Нравственность негативное, а нравственность позитивное. Тут еще, кстати, возникает такой разговор, часто его различие между нравственностью и моралью. Дело в том, что мораль как раз относится к сфере закона, потому что мораль указывает на то, как поступать не должен. То есть она опять относится к сфере запретов. Поэтому здесь, конечно, только нравственность. А нравственность это то, каким образом индивид определяет сам себя в сфере, которая не ограничена никакими запретами. Вот у каждого из нас, поскольку мы являемся свободными, есть некая внутренняя сфера, в которой мы сами себя определяем к чему-то, да? Сами. Никто нас к этому не принуждает. Еще раз говорю. Нет никакого запрета. Ну тут можно говорить о том, что у кого-то есть высшие инстанции, которые указывают, как надо себе в этой сфере вести, у других нет. Но на самом деле мы про высшие инстанции пока говорить не будем, пока опустим разговор этот, да? В своем месте и в свое время мы тоже об этом будем разговаривать. Давайте будем считать пока, что мы просто разговариваем о свободных индивидах, у которых вот такой высшие инстанции пока нет. Так вот, я просто показал, когда я говорил о формальной этике, показал, что формальную этику можно формулировать без бога, да, без абсолюта. Пока мы его доставим, потому что в свое время он войдет, как бы будет понятно, какое он место занимает. Так вот, свободный индивид, он имеет некую сферу своей свободы, да? И эта сфера свободы, она ничем не ограничивается, потому что все остальное ограничено. И внутри этой сферы он не ограничивает ничью свободу, да? Потому что, собственно, закон, он для того и создан, чтобы общество могло существовать там, и в обществе люди могли друг друга там не убивать, не резать, там, да, да, да. Закон как бы вот в этой сфере существует субъект, и он в этой сфере действует. И, собственно, нравственность, она является позитивной. И самый возникает интересный парадокс, состоящий в том, что мы до сих пор говорили о том, что вот есть некая необходимость для того, чтобы каждый индивид ограничил свой произвол. У нас получалось так, что два индивида, когда встречаются, да, каждый индивид ограничивает свою свободу, да, вот у них тут общее соприкосновение. Для того, чтобы дать возможность существования свободы другой. Почему он это делает? Потому что он видит себя симметрично в другом, да, как в зеркале, в отражении. Тут возникают некие симметричные отношения. Он понимает, что они равны, он ставит себя на место другого, и другой ставит на место себя. Они как бы внутри меняются, вот как вот я говорил, в золотом правиле. Поступают так, как ты хотела, чтобы другой поступал в отношении тебя, да. То есть вот эта вот симметричность, да, это вот это вот, она устанавливается в виде вот этого разумного взаимоотношения, разумного равновесия. Но, 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 но это когда он взаимоотносится с другими, да. А вот у него есть сфера его собственная, да, вот его, как вот в этой, внутри этой сферы взаимоотноситься. Почему важно на самом деле это? Важно это в том отношении, что нет никакого принципа, ну, если мы как бы сейчас опустили вопрос разговора Боке, который бы определил бы, что дело должен человек делать внутри этой сферы. Принципа нет. То есть сам человек должен этот принцип создать. То есть мы говорили о законе, закон он является отрицательным. Мы говорили о том, что позитивно сформулированный закон, он является странным. В чем странно состоит? Что если закон звучит позитивно, то тогда в обыкновенной жизни, которую человек осуществляет, как бы ежесекундно в своей жизни, да, он должен был бы этот принцип соблюдать. Если он его не соблюдает, значит он его нарушает. Но в данном случае вот именно поэтому, как бы в позитивном смысле закона быть не может. В позитивном смысле может быть только самоопределение. Самоопределение. То есть сам человек, каждый отдельно, сколько он свободный, должен внутри себя самоопределиться, чем он хочет заниматься. То есть он уже полностью ограничил сам свою волю, чтобы не нарушить свободу другого. Он ограничен законами. Ну как бы, можно как это понимать? Это что такое ограничение законами? Это же ведь есть просто иная формулировка того, почему, как человек сам себя ограничил для того, чтобы не нарушить свободу другого. Человек может это понимать тем способом, чтобы просто соблюдать закон. А может это, ну, а это просто закон, есть некое разумное установление. Люди, как я говорил, там договорились, там подписали общественный договор, там и решили жить в законах, чтобы не нарушать свободу друг другу. А можно понимать это тем способом, чтобы человек просто ограничил свою свободу, чтобы не нарушить свободу других, чтобы дать возможность другим тоже самореализовываться. То есть в этом самоопределении возникает самореализация. Но это самоопределение и самореализация никак не регулируются. И казалось бы, какое отношение это имеет к нравственности? Вот сейчас мы к этому подойдем. Давайте обсудим, почему нравственность является чем-то, что определяет субъект позитивно. Мы говорили о том, что негативно субъект определяется законами. Вот есть некая негативная связь, куда субъект не должен распространять свою свободу, запреты. И это есть негативное определение. Негативное определение. Деление того, каким субъект должен быть. Мы сейчас говорим о нравственности, это некая сфера долженствования. Негативное определение долженствования, она как раз связана с запретами. Но эти запреты не говорят, с каким субъект должен быть позитивно. То есть субъект внутри может быть любым. Он может быть любым внутри, он может заниматься чем угодно, лишь бы он не зарушал запрет. И здесь возникает коллизия, которая связана с противостоянием между фарисеями и учением Христа. Фарисеи говорили, что достаточно закона исполнить. Христос говорил, что закона исполнять недостаточно. Что это на самом деле представляет собой некое лицемерие. Когда ближний твой страдает, когда он болеет, когда он бедствует, а ты просто исполняя закон. Ну да, действительно, по букве исполняя закон. В том смысле, что исполняешь все запреты, все заповеди Моисии. А фактически, как бы, ты внутри вот этой сферы, да, субъективной, ты находишься в неком состоянии безнравственности. Почему? Потому что человек, вот, у Христа есть такое интересное метафора сердца. У субъекта есть сердце. В общем, под сердцем надо понимать в Евангелии, когда Христос говорит, что из сердца... Ну, есть там много метафор, связанных с тем, откуда возникает, что нас оскверняет. Нас оскверняет не еда, которую мы потребляем, да, и которая извергается из нас вон. Нас оскверняет помыслы, которые изнутри нас. Помыслы, там, всякого рода, там, грабежа, там, убийства, там, прелюбодеяния, и прочие помыслы из сердца исходят. Так вот, сердце в Евангелии всегда понимает, сердце в Евангелии это и есть метафора ума. То есть, если считать внимательно, как бы, Евангелие, да, но это не то, это не мое мнение, это мнение, там, богословов, да, что упал, то, как вот, то, что понимается в Евангелии под сердцем, да, кордея, то это кордея, это греческое слово, да, оно понимает, то это кордея, оно обозначает ум, на самом деле. Или когда Христос говорит о том, что чистый сердцем Бога узрят, то есть, Бога увидят, то имеется в виду, на самом деле, что чистые помыслами, да, чистые помыслами, то есть, чистые вот в этом мотерном, нравственном, в позитивном смысле, они увидят Бога. То есть, в каком-то отношении вот именно к христианству, первое, вот противостояние христианства и противостояние хорисеев, да, или вот иудаизма, оно как раз вот основано вот на том, что я здесь написываю, да, что мы, то есть, христианство пыталось регулировать вот эту внутреннюю сферу. То есть, христианство, первое, это первая религия на земле, да, и вообще, как бы, первый выдающийся принцип, раньше просто все такие принципы, они не носили форму философии, они носили форму религии, в силу того, что пронзительное, очень пронзительное ощущение Бога, и поэтому все было всегда связано с Богом. Ну вот, христианство, это первая религия, которая пытается дать позитивное определение нравственности, позитивное определение, долженствование. Знаете, как многое сделало христианство? Современное, вот это заслуга христианства в современном времени вообще не дооценивается, как мне кажется. То есть, христианство понимает просто чуть ли просто не рядовую религию какую-то, да, там, наряду с мусульманством, там, с иудаизмом. На самом деле, христианство является настолько выдающим все явлением, что, чтобы его правильно оценить, надо вот проделать огромное вот это движение мысли, да, чтобы понять это. Причем, как бы, обвинение против христианства в каком-то отношении сами христиане виноваты в этих обвинениях, потому что они свою религию против христианства в итоге свели к тому же законничеству, да. То есть, в итоге, как бы, у христианства теперь состоит все в том, что вот надо исполнять вот эти заповеди, то есть, надо вот негативно только определиться и все. А вот это вот позитивное определение, оно опять становится несущественным. Ну, давайте, как бы, я просто на примере христианства хочу показать, что такое вот тут позитивное, да, позитивное определение. Как попыталось христианство определить, в чем состоит позитивное определение долженствования человека, да, как оно попыталось вот это самоопределение и самореализацию, да, вот как бы нравственность, да, понятую в позитивном смысле, как оно пыталось сделать. Вот. И этот закон есть закон, и это закон, это слово неправильное, опять же. Вот тут вот возникает некоторая терминологическая трудность. Дело в том, что когда мы находимся в сфере позитивной, то тут не может быть закона. Закона. Не может быть закона. Закона быть здесь не может. Почему? Потому что это сфера, не есть сфера запретов. Все законы и все остались здесь. И терминологически мы должны были какие-нибудь другие, или, взять, слова. В каком-то отношении мы можем взять слово принципы. Но принципы это, на самом деле, тоже недостаточно слова. Дело в том, что в позитивном отношении, как мы потом покажем, в позитивном отношении, этика будет, вот здесь была абстрактная этика, да, абстрактная этика. А здесь будет этика конкретная. И та, и другая этика, еще раз говорю, формальная. Почему? Потому что и та, и другая этика опирается на вот это вот взаимоотношение свободных равных людей, равных в смысле свободы, да, в смысле формальной. То, что содержательные, я еще раз повторяю, и не перестаю это повторять, потому что это очень важно. Содержательные люди неравны. Один богаче, другой беднее, один способный, другой менее способный. Один там коллега, другой здоровый, один там родился в одном месте, в другом, в одной национальности, в другой. Различий бесконечное количество. Можно там постоянно изыскивать, изыскивать, изыскивать. Поэтому, когда я говорю формально, то имеется в виду, что минули все эти различия именно с позиции несодержания, только форма. А форма и есть наша свобода. Так вот, есть в формальной этике как бы две этики. Абстрактная этика закона и конкретная этика, это конкретная этика, можно было бы сказать, в любви, если бы мы имели в виду христианство. Но поскольку, на самом деле, принцип любви не является, как я потом покажу, позитивным принципом, да, это единственный позитивный принцип. На самом деле, позитивных принципов может быть много. Но это требует отдельного рассмотрения, отдельного доказательства. Поэтому я просто назову конкретная этика самоопределения, да. А вот, есть еще раз абстрактная этика закона и конкретная этика сопротивления. Давайте теперь обратимся к одной из примеров этой конкретной этики самоопределения. Это этика христианства. В чем состоит эта этика, да, в чем она выражается? Она не является, ну, она выражается в Евангелии в виде законов. Ну, в силу того, что, как бы, вот, люди, когда переходили от иудаизма к христианству, другую форму понимания истины не знали, да. Они не знали, как по-другому можно формулировать нарастность. Хотя, вот, если смотреть письма Павла, то там это понимание есть. Он уже, я как писал, он пишет о благодати, да. Он пишет о чем-то, как бы, что невыразимо уже в формах закона, да. О чем-то таком, что, как бы, вот, следовало было выражать в неких интуитивных терминах. Ну, а речь идет о любви. Христианство, вот оно говорит о любви. Понятное дело, что любви нельзя принудить. Нельзя написать вот такой закон. Вот, например, мы бы, вот как иногда некоторые христиане, что меня, ну, не знаю, поражают, говорят о том, что вот есть такой закон любви, да. Вот, как бы, говорить, что возлюби, вот, про возлюби ближнего своем написано, ведь, и в Ветхом, да, ведь, возлюби. Возлюби ближнего, что вот это является законом. Да, ну, как можно заставить любить, вот, давайте вдумаемся, ведь, что такое любовь? Любовь, это некая связь свободных существ. Заставить любить нельзя, нет такого закона любви, его быть не может. И что такое закон? Закон, это некий, мы здесь говорили о запретах, на самом деле, даже если закон брать в позитивной форме, я уже говорил о том, что позитивная форма закона, она несовершенна, потому что она, вот, обречена на некоторого рода абсурд, вроде, да, потому что если закон звучит позитивно, то он, как бы, принуждает меня в своей внутренней жизни, как бы, соблюдать этот закон, да. То есть я должен ежесекундно, ежесекундно, как бы, осознавать, что я его соблюдаю. Так вот, нельзя возлюбив понимать, как закон, потому что любовь есть некая основа, она всегда на свободе, и она даже формулирует так принцип, нельзя, что возлюбив ближнего, да. Речь идет не о возлюбив ближнего, а о том, чтобы внутри этой позитивной сферы, да я сейчас пытаюсь сформулировать христианство, вот, правильных термин, я должен руководствоваться принципами любви. Вот, вот есть моя сфера возможностей, да, и она должна быть определена любовью к ближнему, и определена не извне, как-то, да, никто-то должен мне ее навязать. Ведь нет такого закона, нет такого, ну, в христианстве эта инстанция есть, конечно, эта инстанция Бога, да. Но с Богом ведь тоже не так просто, потому что возлюби ближнему, а первый принцип является, это второй принцип, а первый принцип является возлюби Бога. Так вот, и возлюби Бога, и возлюби ближнего своего, как самого себя, оба эти принципа существуют уже и в Ветхом Завете, и там они звучат как законы, да. Возлюби Бога вообще один из законов Моисея. Так вот, любовь к ближнему, она не может, и любовь к Богу, она не может стать законом. Она является неким принципом, который человек должен принять и свободно ему следовать. То есть, когда говорится, что Бог есть любовь, вот христианство говорит, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. То это и имеется в виду, что Он не принуждает нас любить Его. Что есть некое такое таинство, да, между Богом и нами, между всеми людьми. Бог есть любовь, Бог относится к нам, как к детям. Да, вот это постоянная метафора христианства. Постоянная метафора о том, что Бог относится к нам, как к детям. Мы дети, дети Божьи. Мы не рабы, и уже как было в этом. В Ветхом Завете. Так вот, эта вот любовь, она и есть принцип, которым я сам, сам определяюсь. Я как бы осознаю свое положение в мире. Я понимаю, что вот внутри вот этой свободы я могу совершенно свободен. Я как бы, дочери. Я являюсь сыном Божьим, да, внутри этой свободы. Я могу делать, что хочу. Но в некотором отношении из любви к Богу, из любви к Богу, я действую определенным образом. Каким определенным образом? Я действую так, чтобы самоопределить самого себя к Богу. Ну, я рассказываю только как в христианстве. Вот это я, а вот это Бог. Я внутри понимаю принцип любви, никто мне его не навязывает. Я его сам понимаю, внутренне осознаю. Почему в Евангелии так много именно убеждающих речей, именно каких-то рассуждений, именно вот призывов что-то осознать и понять. Я уже говорил об этом, что почему вообще такая вещь как христианство возможна только как нечто, что пришло потом, да, потому что она требует, в принципе, осознания, она требует некоторой логики, мышление требует, да. Я внутри себя сначала прихожу принципу любви, осознаю себя как сыном Божьим, а потом уже изнутри себя, не опираясь ни на какой закон, что мне эти законы. Это как, когда говорится же про благодать, то есть вот она внутри меня эта благодать выросла, как зернышко, да, которое посели в моей душе. Она вот, как Христос постоянно говорит о том, что вот про поле там, что душа с некой поле, там зернышко зародилось, и он не знает, как оно всходит, да, и вот Царствие Божие как бы внутри вас есть, вот как зернышко вот это, вот оно как бы вот прорастает как-то внутри, как оно прорастает. Я сам понимаю, что этот принцип любви является правильным принципом, и сам руководствую всем, что восхожу к Богу, и восхожу к другим людям, другим людям, которые точно так же свободны, никто их не обязывает меня любить, никто не обязывает любить их Бога. Они просто точно так же свободно взаимоотносятся с друг другом. Вот этот принцип, да, который был внешним принципом, он так же теперь становится и внутренним. Вот здесь было, вот я говорил про внешнюю границу. Вот мы для того, чтобы в принципе выжить, да, вот как вот для того, чтобы сосуществовать в обществе, мы должны были ограничить свою свободу, но ограничить внешние запреты. А вот тут теперь, теперь возникает взаимоотношение внутреннее, вот это вот некий взаимообмен внутренний, да, мы как бы входим внутрь друг друга и взаимообмениваемся. То, что как бы у христианства есть Бог, это просто одна из возможностей. Но в некотором отношении вот этот принцип, он является принципом, еще раз говорю, что просто я не знаю каких слов, но давайте будем говорить просто о любви. Вот есть некая любовь, и я руководствуюсь во своей вот свободе, когда я исполнил все остальные заповеди, когда вот все это вот исполнено, да, нет никакой как бы нужды мне куда-то двигаться. Я как, допустим, я являюсь с точки зрения поисеев правильно, я исполнил все как бы заповеди Моисея. Что самоопределяет внутреннюю мою жизнь? Мою внутреннюю жизнь сопредопределяет любовь. Вот это вот и есть как бы нравственность. То, что я отношу, то, что как бы мы называем нравственностью. И первым таким принципом нравственности была любовь. И дал он нам его христианство. Христианство. До сих пор очень многие не понимают, что можно сделать больше. И постоянно сталкиваешься с тем, что вот всякий раз, когда речь заходит о нравственности, дальше любви идти не могут. Вот говорят о любви и все, и в это упирается. На самом деле, если посмотреть на то, как вот построена вся схема, понятно на самом деле, что вот этим внутренним принципом может быть что угодно, просто что угодно. Любая самореализация. Вот любая самореализация, самореализация, не обязательно направленная по отношению к Богу, или к другому человеку. Просто вот я нахожусь в обществе. Для того, чтобы вообще существовать, для того, чтобы сосуществовать с другими людьми, чтобы вообще была возможность такая вещь, как человек, я уже ограничил себя запретами. Вот я ограничил себя. Я принял, я понимаю, что я свою свободу, свой произвол должен ограничить запретами. Я принимаю это. Не так, что вот какой злой закон. А я просто принимаю это. Я это признаю. Я понимаю, почему я это делаю. И вот у меня есть внутренняя сфера. И вот в этой внутренней сфере я как-то самоопределяюсь. Есть некое направление, я выбираю некое направление, как самоопределиться. Я могу его не выбрать. Я могу остаться. Ну не я, в смысле. Человек может остаться. Какие у нас есть варианты? Давайте рассмотрим варианты. Сейчас я просто заканчиваю уже. Я просто специально... Я бы дальше двигаться не буду. Потому что... Ну я и так много сказал тут разбираться и разбираться. Вот давайте как бы рассмотрим вариант. Первый вариант. Вот я самоопределя... Человек самоопределяется. Да, он какое-то выбирает направление и движется. Это называется активность. Что эта активность позволяет? Это позволяет получить позитивное определение. Позитивное определение нравственности. То, что моя нравственность является не только нравственностью отрицательной, в том смысле, что я исполняю все запреты. А моя нравственность является некой позитивной нравственностью, определенной неким моим движением. Ну, для того, чтобы понять, какое движение это должно быть. Потому что здесь вот как раз возникает понятие «будущее». Потому что я своим действием, да, осуществляю некий проект. Некое будущее. Проект. Будущее. Да, то есть, в зависимости от того, как я действую, я вообще-то изменяю не настоящее, я в этом настоящем никого не трогаю, да, я никого не ограничиваю свободно. Но в некотором отношении я влияю на будущее, я что-то, я вопроизвожу какие-то вещи, которые в будущем могут как-то сказаться, да. Вот моя активность, да, она есть активность, направленная в будущее. Я есть проект, как говорят экзистенциалисты, они говорят, в человеке есть проект, обращенный в будущее, да, вот как раз и речь идет здесь об этом. И вторая возможность самоопределиться. Никак не самоопределяться, то есть, вот как вот есть эти праведные люди, вот есть праведные люди, которые соблюдают все запреты, которые тоже согласились, что их соблюдать надо, которые осознали, что это надо, а внутри ничего не делают. Они просто находятся вот в состоянии стасиса, да, здесь вот динамика, да, динамика, потому что я расту, вот это вот, это рост. А здесь есть стасис, ну, то есть статика. И он ничего не делает. И в этом отношении получается, что человек полностью определен, только отрицательно. Ну, я имею ввиду определенность в нравственном смысле, да. Тут в нравственном смысле отрицательное определение. Что такое праведник? Праведник – это тот, который исполняет все запреты. праведник. То есть исполняющий закон – это и есть определение праведника. Да? Вот фарисеи, они были праведниками, они исполняли закон, как они его понимали в те времена, да. То есть, понятное дело, что закон изменяется. Например, современные праведники – те, кто исполняет юридический закон. Вот они там праведники, да. То есть, они – это слово «прав». Но они не являются святыми, да, если можно так выразиться. Они не являются теми, кто, на самом деле, созидает. Потому что те, кто соблюдает, они ведь ничего не делают. Они просто, как бы, пребывают во времени. Потому что, ведь как можно, мы опять, я, помните, говорил про этот предел, да. Ведь есть ли этого праведника вот так вот взять и на необитаемый остров, на наш спальмами, да. И что там? Он по определению все свои запреты там соблюдает. Ну, естественно, как бы я имею ввиду запреты существенные, которые связаны с нравственностью. С нравственностью связаны только те запреты, которые касаются взаимоотношений людей. Если там запрет не есть свинину, то это не является законом. Это, как бы, ну, это является культурной традицией, да. Все запреты касаются нравственностью закона, то ли, и вообще закона, да, правильно сформулированного, только те, которые относятся к регулированию взаимоотношений людей. Закон регулирующего взаимоотношения там человека с окружающей средой, а, например, закон связан с тем, что человек может есть, а человек есть не может. Это не касается других людей. Его личное дело. Он может что угодно с ним делать. Если мы праведника переместили сюда, и в пределах, поскольку людей других нет, то все законы, связанные с взаимоотношением других людей, он исполняет. Получается, что праведник это как бы пустота такая. Это на самом деле... Это и понятно почему. Потому что отрицательное определение, оно что есть? Ведь это отрицательное определение, это не определение. Там не отрицательное определение, оно ничего не делает. Оно просто образует этот шар пустой, и все. Вот пустой шар мы образовали возможности. И что? Что человек делает в этом пустом шаре? Лежит на диване? Или там лежит на необитаемом острове? И ничего не делает? Вот такое нравственное. Он, конечно, праведник, и что? Что с этого праведника взять? Поэтому нравственность, на самом деле, не является нравственностью праведностью. Нельзя понимать так, что если человек исполняет запреты, запреты то тем самым нравственный человек у нас есть такая такое убеждение или там не знаю такой такой стереотип то есть человек исполняет законы то есть исполняющий законы законы то есть правильник там самым нравственным самом деле это не так я показал почему нравственный является тот кто определяется внутри помимо этих законов тот кто ну законы как бы ведь нужно исполнять почему потому что закон он определяет общежитие то есть мы в обществе мы должны как-то сосуществовать закон регулирует отношения общежития как бы является некий отрицательный он несет именно это отрицательное содержание позволяет нам ограничить свободу друг друга дать возможность вообще вот этой сфере быть до чтобы не быть порабощенным чтобы оставаться свободно твоя свободу вот она вот она здесь вот это и есть собственно моя свобода вот здесь запреты все все ограничения я в эту сферу не влезают допустим вот свободу свободу это вот она не вот свободу это не так не сюда прыгать а вот она свободу внутри но если мы подразумеваем по свободе нечто разумное то что вот это уже как бы нарушение закон это вообще как бы мы потом тоже будем рассматривать такие такие движения но пока вот вот есть внутренняя некая свобода никто как где я остаюсь правильный да но тем не менее у меня есть возможность что то еще сделать вот внутри вот этой свободы внутри внутри я нахожусь в нравственном отношении здесь возникает как бы маленькое возражение состоит ну как бы в рамках замечающихся в том а как это относится к другому человеку вот это вот некая моя внутренняя жизнь да ну ли моя внутренняя жизнь как она относится к другим человеком вот в том то и состоит интерес это когда говорил про христианство что христианство оно говорит о сердце оно говорит что человек должен по отношению к другому человеку исходить сердце то есть вот это вот внутренняя сфера определяет каким образом мы также действуем по отношению к другим людям то есть что бы мы в этой внутренней сфере не делали как бы позитивно мы не определяли свою нравственность всегда это определение будет относиться другим людям всегда почему потому что мы когда определяем внутри внутри этой сферы сознательно определяем свое движением допустим куда-то там до какую-то вы есть в тем самым указываем что состоит проект человека вообще потому что а по отрицательном определение человек ставится абстрактно это абстрактно человек тут тоже остаются абстрактным отрицательное определили почему потому что отрицание абстрактного есть абстрактное. Отрицание абстрактного, ну там, отрицание. То есть, если мы самоопределяемся по отношению к абстрактному, мы так и остаемся абстрактными. Это чтобы быть конкретными, настоящими, ну то есть внутренне, как бы наполненными. Нам нужно не абстрактный принцип. Вот я и говорю принцип любви. Принцип любви не может быть абстрактным. Это тоже мы потом будем обсуждать. Сейчас как бы, наверное, я уже и так много доложил. А для того, чтобы внутри, как бы в этой сфере самоопределяться не абстрактно, мы должны, как бы, внутри принять некий образ человека на себе вообще. Некий образ конкретного человека. Конкретного человека самоопределиться, самоопределиться конкретно. То есть, создать некий проект человека. Создать некий позитивный проект человека. Ну, это можно было, наверное, не писать. Создать некий позитивный проект человека. Эта речь и состоит в том, что пока мы находимся в пределах этой абстрактности, пока мы движемся в пределах этих отрицаний, нас, собственно, ведь и нет. Вы заметили, что я рисовал везде одинаковые сферы. Что? Вот эта сфера один, эта сфера два. Пока они не определены внутренне, это неразличимые атомы. Вот мы находимся, находясь в формальной этике, находясь в формальной этике, это один атом, это второй атом, это третий атом. Если каждый из этих атомов внутри себя никак не самоопределился, то они просто неразличимые, это просто один и тот же атом. И в этом отношении люди, которые праведники, они на самом деле все одинаковые. Они просто изображают некий один образ, один проект человека. Праведник, да, вот праведник, это тот, кто соблюдает все запреты, все законы. Это один и тот же проект человека. Сколько бы ни было праведников, да, их там может быть миллион на все человечество. Они все равно, все праведники, это один и тот же проект, это один праведник фактически. Потому что праведник, это вот некая функция. Это абстрактная функция какая-то, абстрактная функция. Праведник, это на самом деле даже не человек. Просто человек является представителем праведности, да. Это абстрактная функция. Абстрактная функция. То, что эту функцию несли отдельные люди, опять же, я говорю, что это просто, ну, всегда все осуществляется через людей. А настоящая нравственность, она конкретна, и она должна осуществиться внутри каждого отдельного человека. И каждый отдельный человек должен на себя взять эту настоящую нравственность. И она тогда превращается в декую историю человека, каждого отдельного. Но вот христианство попыталось, как бы, вот эту нравственность, оно в каком-то отношении сделать тоже принципом, да. Чтобы все имели один и тот же принцип. И это выразилось в том, что и само христианство приобрело некий законнический вид, да. И христианство само понимается как законничество. Это в каком-то смысле, как бы, вот, то, что сейчас происходит с христианством, есть некое противоречие внутреннее между тем, какой принцип оно закладывает внутри себя, а именно самоопределение внутри себя, самореализацию. То есть праведник внутри себя должен сам себя самоопределить. И между тем, что на самом деле это самоопределение понимается как некий общий проект для всех людей. Вот был общий проект для всех людей праведника, а стал общий проект для всех людей, скажем, христиане, да, святой. Святой стал проект общий. Так вот этот общий проект святой, на самом деле, он невозможен. Он невозможен в рамках вот этой нравственности, которую на самом деле христианство своим принципом осуществляет. То есть христианство осуществляет своим принципом неким внутренним, то что я назвал нравственностью, показывая некую всеобщую нравственность, на самом деле движется против этой нравственности. В том смысле, что на самом деле его нравственность может быть только конкретной, а конкретная нравственность, она перестает быть всеобщей. Ее невозможно сформулировать во всеобщих теменах. И вот возникает такое понятие, как конкретность. И вот для того, чтобы сформулировать нравственность во всей своей полноте, во всей своей конкретности, требуется ввести вот это понятие конкретности, в чем она состоит. Ну и на последних просто несколько замечаний, я так уже много наговорил. дело в том, что эту тему я развивал, ну, наверное, год назад, да, плодотворно, еще занимался крестьянством и занимался этикой, много об этом думал. Поэтому, возможно, в моем докладе есть некий сумбур, просто сейчас я собираюсь эту тему опять поднять и двигаться в этом направлении, и буду как бы уточнять все формальные моменты, и поэтому надо воспринимать мой доклад как некий набросок, да, я тут, я на самом деле рассказал только, наверное, внутри того, что хотел рассказать, ну, просто нереально, оказывается, я не думал даже, что такое безбрежное море, потому что я, например, не сформулировал определение добра и зла, просто обошелся без них, потому что если бы уже я ищу и это рассказал, да, там, просто, я и христианство прошел только боком, на самом деле христианство надо излагать достаточно подробно, и там, я говорю, поскольку христианство является первой, первой такой теорией, которая правильно поняла, что такое нравственность, и тем не менее современное христианство от этого правильного понимания постоянно отшатывается, да, он постоянно выпадает вот в это законничество, да, вот в это вот различие, которое Павел ввел между законом и благодатью, они постоянно забывают, что такое благодать, скатываются, пытаются удержаться в понимании нравственности, а удержаться там сложно. Почему? Потому что нравственность принципиально является конкретной и принципиально является в каком-то отношении даже индивидуальной. Может быть, у праведников может быть много, а святой каждый святой отдельно. Нет никакого принципа быть святой. Святые – это нечто такое особенное. Просто в этом направлении я сейчас буду двигаться. И вот этот некий первоначальный набросок. Я несколько сейчас этот наброс делаю несколько, возможно, сумбурно, но просто я хотел ввести саму проблему, сделать доклад для того, чтобы потом с этим докладом двигаться дальше. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова